Я, Анатолий Иванович Иванович Иванович, запомнить мне трудно, наверное, Анатолий Иванович Иванович. Труднее запомнить другое имя, которое, наверное, будет укреплять чаще, чем своё имя Вальд. Вот это обязательно запишите. Вальд – это самое интересное. Иванович 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 Иванович. Вальдом зовут мою собаку. Это самый добрый. Он даже сколько набил уже. Я сам преподаю математику в университете. И обязательно студентам это объявляю. Потому что, когда мне звонят по телефону, мало ли что, узнают, проконсультируются, можно звать Вальда. Саратов. Такое у меня и может. Ну вот и так. Я Анатолий Иванович Иванович Иванович. А моя собака говорит. Вот это самый добрый. Рыжий, огромный, охматый спасатель. Спасатель. Саратов. Значит, Юг я преподаваю с 1970-го года. Поэтому, наверное, спеш. Нет, другие. Занимаюсь сам с 1966-го года. Тоже, наверное, кто-то есть. Ну, не считай, один год. Это мой вопрос. Ну вот. Так что, какие-то вещи есть. Какой-то опыт. По плетевому основному образовому, по которому имели всякие ученые степени, я математик. То есть, в 1974 году закончил факультет прикладного математики и протестского управления тогда Ленинградского государственного университета. То есть, в этом отношении является учеником академика Владимира Ивановича Зубова, одного из крупнейших в мире математиков. Ну, в карте антиклопедии, похоронен Александром Ивановича Зубова. И, заканчиво, у меня факультет прикладной математики и протестского управления по второму образованию. По первому образованию я химик. Технология производства особо чистых реактивных изотопов. Ну, вот такие были образованы в советские времена. Все остальные образования. Психоаналитика, там всякий красный диплом. Медицинская и куча новых получил. В конце советской войск и в подсоветской войск. Ну, там много шли. В том числе, у меня закончена фотофурналистика. Являюсь профессиональным фатологом. Семь лет работал в военном фотокорреспонденции в ведомстве генерала Ерманаева. Это ваше пасье СССР. А диплом я писал, несмотря на свою военную военную фотографию. Тема диплома – это женский портрет, причем лица. Очень люблю брать красивых женщин, делатель портрет, портреты и дырить. Фотографии я тоже даю. Но мы не видим как. Имею на эту тему большой регулярный опыт. Потому что, может, это кого-то решать трудно. Очень увлекаюсь с тяжелым роком. Где-то раз в неделю хожу в восемь тяжелые рок-клубы. Там все это фотографирую и даю пачками. И музыкантам, и медицинам, и присутствующим. То есть в тех кругах я известен как рок-фотограф в других образованиях. Я не говорю. Про свои занятия йогой не говорю. Рок-фотограф – ну все. И там у меня все дамы шатит. Вок-клуб – все к тебе дамы. Некоторые даже не знают, что я Анатолий. Знаете, что я хочу. Подъясняю почему. Вот когда берешь с собой фотоаппарат, то приходится кроме фотоаппарата брать там вспышку, кучу объективов и прочих дополнительных аппаратов. А в военном магазине, в любом, на эту тему имеется пояс открутиться. Чего объектить? Куда все можно напихать? И вот однако с таким поясом, а в него много что можно наложить. Я приходил в магазин за продуктами. В него в том наложить продукты, и отходишь в поясе. И руки свободные. Удобные темные законы. И вот я накладываю туда всякого. Иду и нарядные лица у меня. Опа за белые руки. Опа. То есть я иду и сжать. И раз. И я там. А как раз была эта фотоаппаратура. И вот так интересно. Опа. Майор. Открывай, значит. Один ангел курица. А тут дверь. Раз. Там жара. Там тоже. Я ему объясняю. Как сумка удобная. А нам-то дано указание. В таком, какие-то вот эти. По воле полиции я приобрел утренную шахи. Они так о нем признали. Рассказал о клубах. С тех пор меня там зовут Шерстик. Там в территории. Там в черном этом полиции. А в проекте уже раскидано. Так следует. Поиск Шерстик. Это так. Чтобы мало ли кто услышит. Оба мне еще чего-нибудь. Такого тоже можно много наслышаться. Теперь относительно подхода самого к юге. Я вам сообщил, что с сейчас шестого года я занимался. Я занимался с моих пятнадцати лет. А с семидесятого уже преподавал. Я вам сообщил, что по основному. По которому диссертации. Научные работы. Основному. Образованию. Я профессортировал. У меня химии. У меня научных работ нет. Ученые стихи. А вот по математики. Да. Сразу я сам студентам. Если я когда преподаю в университете. Ученые стихи. Разные страшные линтернатики. Что обычно считающие профессор. Это отлично. Я не сразу говорю. Действительно. Это очень хорошо. Я люблю ученые. И это действительно было. Тогда когда я учился. Я думаю, у меня просто плохое, самое плохое на факультете, постоянно бессмертное отчисление, поэтому единственное из-за своего потока станучек. То есть сейчас кто кило продает, кто за кожем работает, а у меня более ста научных работ в разных областях, мы ценим отцепим. Вот такое происходит, поэтому я знаю, что отцена ни о чем вообще не говорит. Я был двумяшником, кто за отличник? Вот на выходе моей из утра трала отличник в тюрьму. Просто трамяк заключается в том, что они получили свою дипломную с отличием и положили их в шкаф, с тех пор их не унимали, в 74-м году. А я получил свой синий скромный, который еле-еле-еле тройка с двойками седел и продолг их заниматься всем. Почему уже получилось, что с тем, 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 что я продолжаю заниматься всем. Это немножко не ясно. А они это прекратили. Вот. Поэтому потоку мне следующее. Подход в мире, который имеется во всем, что дает конструктивные особенности. А вот мы пользуемся мобильным телефоном. Что это такое? Вычисление, математика, коррекционная цена. Можем мы его сделать? Пока ответ нет. Давай, вот мы пользуемся так. Кривилиратором, всякими электронными устройствами. И пока вот это дало математическое развитие цивилизации. Так же, как и паровозы, двигатели внутреннего сготовления и т.д. Ну, а если по-другому посмотреть, то и наши джинсы, и наши коврики, и наши скилами, и т.д. Поэтому мы будем касаться только количества нахоценок. Вот ключевое, что на количестве нахоценки. Хорошо и плохо очень трудно сказать, что такое хорошо и плохо. Тем более, мнение весьма субъективное на самом деле. Вот мы можем точно сказать, что 5 больше 3. Вот это ключевое, когда мы что-то начинаем сравнивать, мы должны брать цифры только цифрами. Так мы устроены, что сравнивать мы можем объективно только цифры. Но кроме того, кроме сравнивания цифрами, для того, чтобы эти цифры сравнивать, их ничем не замерется. Вот какие-то должны быть объединиться изменения. Как из нас знают, что в нашей стране, например, 10 долларов – это больше 3 долларов. Вот эта вещь очевидна. И дискуссии на этом, дискуссировать много о чем, но вряд ли не цифры. 10 долларов – больше 3 долларов. То есть нужно чем-то что-то мерить. А вот для этого нужны приборы. Опять-таки, не то, что я вообще говорю, не то, что мне кажется или кому-то что-то кажется. Мы должны замерить приборами, причем такими, которые не зависят от нашего минимального успеха. То есть вот эти килограмм, то что бы я об этом ни думал, это должны быть килограмм на весах. Правда, сразу всталет вопрос к точности. А если 999 грамм – это килограмм на весах. Или если 1001 грамм – килограмм на весах. Иногда 2. Если нам взрывают картошку и дают 999 грамм, мы можем сказать, что это килограмм. Вполне нормально. И дают карбасу. Но если нам взрывают 100 грамм калбасу, а там 95 грамм калбасы, у женщины тратится не совсем 100 грамм. То есть плюс к результатам измерения добавляется вопрос к точности. Точность имеется у приборов. Например, весы, которые взвешивают 100 килограмм картошки в мешке. Они не дадут точности даже 1 грамм. Но кому-то не надо. Может и 10 грамм точности не дадут. Но грамм весело не все равно. 100 килограмм плюс 50 грамм, минус 50 грамм, если внизу вот такая точность. У нас вполне устраивает. То есть от точности мы либо договариваемся с нами, что нас устраивает такая точность. Либо ориентируемся на точность прибора, который мы измеряем. Либо ориентируемся на точность процесса, который мы измеряем. Последнее место это более хитра. Алина. Вот здесь есть температура. Так. Ну, предположим, здесь 18 или 19 градусов по Цельсию. Предположим. Если мы начинаем повышать точность прибора, например, до 10 градусов Цельсия. Сейчас таких приборов увеличим достаточно. То, если мы расположим где-то здесь или здесь этот прибор, там мы просто точность сюда 0,10 градуса. То мы заметим, что 10 градусов будет не всегда стоять точно. Она будет намного гулять. То чуть больше на 10, то чуть меньше на 10. Это свойство атмосферы, которая все время движется. И подходят то более теплые потоки воздуха, то более холодные потоки воздуха. Как-то я уже не знаю, на стекуте точной механики в оптике, у профессора Владимирова Геннадия Николаевича на кадрочной площадке, там были торморочные с точностью 1,00 градуса и 1,000 градуса. Серьезные, научно-волюционные тормозные. Так вот, если мы поставим вот здесь прибор, стоим сюда 1,00 градуса, мы 1,00 не будем, она все равно будет там гулять. И в лучшем случае мы можем сказать, что в этот момент времени столько-то градусов, столько-то десятых долет, а соты будут все равно гулять. И мы не сможем сказать, сколько там сотых. Это точность самого явления. То есть вот температура газа, в данном случае окружающего воздуха. Прочиняя чем стоим сюда 1,10, мы фактически промерить не можем. Это свойство окружающего средства. Берем нас, у каждого из нас есть холст. Тем не менее, никто, и мы сами, с силой свойства объекта не можем назвать наш действительный воздух. Потому что утром мы выше. Иногда сантиметром культара, чем меньше. Это свойство самого объекта. Утром наш объект выше. Какой у нас холст, не знаю. Дается некая средняя цифра. Вот если я там 173, то это некая средняя цифра. Утром это может оказаться на сантиметрах выше, вечером это может оказаться на сантиметрах ниже. Но так же говоря, это за свойство объекта. Плюс точность самого прибора, вот этого метиджимского, линейка софикалорий, она где-то, ну, полсантиметра в лучшем случае. А то и с лучшим. То есть есть точность прибора и есть точность объекта. И когда мы начинаем заниматься управлением, какое-то системное, что такое йога, говоря современно? То есть есть философский смысл, есть психологический смысл, есть какой-то медицинский смысл, а вот здесь говорить современным языком. Кто такое йога? Цель. Я говорю, какая цель? Вот здесь йога цель. А? Управление. Управление. Абсолютно правильное. Управление. То есть йога, современным, говоря языком, вот можно говорить язык на много суток. Это очень важный цель на это философский подход. Третий и второй век. Если мы берем там более сорока есть переводов йога-суток. Ну, один из таких популяровок, у Великанандов, опубликован йогой, то упражнение идеями разума, тогда зряхи прибывают в своей истинной природе, в противочинке происходит отротестление с идеями. Обычно йога-суток я наизусть знаю, в нескольких переводах. Перевод красиво, здорово, но к задачам управления, к современным возможностям задачи управления, он не подходит. Хотя философский, психологический, исторический очень здорово. Тем более йога-суток было написано, что ли, да, у них именно. Действительно, йога-это управление такими-то параметрами. И вот мы, если мы в этом древности, в том же параметрами жили все-таки третий, четвертый, там, где-то приблизительно такой, я-то наше имя. Идеи-то мы находим очень хорошие. Вот четвертая глава, это ситра. О чем? Кто читал книги? О чем четвертая глава? О силах. Некие силы, некие спасательства. Совершенно спасательства. Ну да, о силах. О каких-то силах. Ситрах там, по-всякому. И вот одно из таких сил, если мы берем дум древний, то на мой взгляд являются карасики. Карасики. Если брать такой весьма приблизительный перевод, а я пользуюсь переводами некого малоизвестного человека, Лёха Васильев есть такой в Москве, он всему больше в стране заползан на это. В том числе санскрит, тибетский, так далее, другое с таким. Больше в стране. Больше в стране. Китайский, тибетский, санскритский. Именно поэтому университет он только что закончил, 16 лет ему довольно закончился, 16 лет в московском. Из-за плохого обозначения. Ну, да как там ни одного из-за подозначения, а студент больше стран. Понимаете? Ну, это вот эти политические числи, ну, специфические страны. Так вот, я пользуюсь обычно природом Илюши Васильева, кроме того, чем у него удобнее, я могу прямо у него туда спросить, а хоть и я, позвонить, узнать, спросить комментарий, что он как-то. А перевод это очень тяжелая вещь, что однозначная переградировка часто вообще невозможна. То есть, надо у источника конфистироваться. Поэтому, кто знает языки, это адский труд, это молодцы. То есть, ну, более таких, большая скрипит, так же ветра, продонута тоже. Это даже английского многое, не перевести однозначно. Поэтому мы будем, что-то применять английский. То есть, в моих слов, компьютер, файл, и так далее. Они уже стали нам родными, но не даже однозначенную переградировку точно. Вот и так вот, если мы смотрим о этих силах, то там без меня какая-то толпа. А что такое колка? В одной из интерпретаций вот этих хороших переводчиков, физической объяснете, не много, не много. Не какое-то духовное, не какое-то астральное, физическое. То есть, в одной из интерпретаций переводов «Человеку-глогу» той же «Йога-сутра» указывается, что йога в ночь, что человек становится физически безвестным. Я не знаю, так это или не так это. Но вот нет, такое заявление, там есть. Такого же, вроде заявления мы находим в «Харха-йога-продючка-свотвара-на-суле», это 14 век. Об этом указывается. И в «Харха-продючке», и в других источниках. Опять-таки указывается, это ничего не значит. Просто указывается. Кто-то не так давно по-моему, уже указывал. Указывается много, что можно. Можно только сказать, что указание на это чем-то есть. А вот возможно такие вещи или нет. В тем временем дать доказательство какое-то было невозможно. Зато потребовалось развитие науки. В частности, математическое теорие управления. Вот я как раз заканчивал факультет прикладной математики на математическое управление Ленинградского государственного университета и Нижданова. То есть отдельный отрасль математики, теории управления. Но это очень тяжелая вещь. Мы занимались управлением в основном тем, что летает, плавает, и в основном светом, и голубых. То есть такая была специализация факультетов. Он первые годы вообще в справочниках его не было куда шли в этом направлении. В частности, один из человек людей, который закончил факультет в параллель со мной, в параллельной группе, вам очень интересно, но никакой тематикой. Болевит ничего. У тех же со мной в параллельной группе. Кстати, похоже на что очень короткое время я играл на бас-гитаре в аквариуме в 1972 году. Как музыкант я ноль, ноль без плавочки, то есть я увидел, что искусство не терпит посредственности. Это сказал мне я, это сказал Поговини, очень правильно сказал. Я поставил себе бас-гитару в угол в 1972 году, потом как-то погорел. Таких, как я, в мысли это ушло. Хотя у меня музыкальная школа там по бальраму детская закончена. И это то, что требует качества. Искусство не терпит посредственности. Я полная посредственность, как исполнитель. Ценю я очень здорово. То есть вот целью готовое, а исполнишь сам, извините, все распосредственности. Вот так вот я поступил до 1972 года в гидрогон и не право. Потому что это будет значительно. Это будет смысл недовольный. Хотя музыкальная что-то причина. Ну вот есть вещи, не терпящие посредственности. Так же, как художественная фотография, так же, как живопись и так далее. Есть вещи, которые терпят посредственность. Вот как математик, я посредственный. То есть серый, рядовой, ученый. Никакой не видит. Там достаточно посредственного математика. Там на научной работе это хватит и так далее. Зубу Владимир Владимирович помучить, академик. Все время говорил, что он серый, лидовой исполнитель. Не были. Действительно, не есть линейка математика и его управления. Говорю, в общем-то, жили. Итак, мы будем мерить и будем молчать. но в целях управления. То есть все свои результаты мы будем оценивать количественно и для этого можно уместить. Вот с позитив современным уместить. Возвание мышцам некая система, у которой есть какие-то параметры и которую можно загонять в какие-то режимы. Вот где-то году в 2009-2005 им удалось доказать математикой, что эта система может быть и физически бессмертной. Это аппликовано в работах зубов их. Зубов умел в пультическом году, но у него четыре сына доктора наук, честно, и две дочки кандидата наук. Так вот вместе с сыновьями зубов, доктора наук, в их монографии аппликовано вот одна глава, где я доказывал возможность физического бессмертия этого человека. Опять, то, что доказано математически, это не значит, что возможно не практичнее. Подумаем, физическое бессмертие имеется в виду отсутствие деградации, потому что если посадить вас на атомную бобу и взорвать вам никакое бессмертие не поможет. Нет, я не про это. Я прежде применению атомного бомба отравляющих веще, то есть в этом физическом оторвение и деградации бессмертия не будет. Я не приорву с этих церемоний. То есть если человек нагружился ядом? Нет, нет, это все. Это не значит. Кто-то может быть более устойчив, например, я очень устойчив акамиду акамиду акамид самая царь сильнее царь стал украли и синие кислоты растение если она так длину пусть растет акамид так на нем хорошо в нем есть обголовок акамид царь стыкали пять сотых граммов ну а пять сотых разделите на восемнадцать и садуна смертная тоже когда я делал на эту тему опыт и говорил людям не слышать это были восемнадцать трех один умник у меня сумел саму покойник где-то двадцать семь лет не видеть эти вещи которые я говорил не есть то есть можно увидеть что чешки дела в определенных границах естественно к температуре в определенных границах например когда Соренат Султановичем в 2007 мы лазили на ребросе а это много телепередач всяких вот этих разговоров то из Москвы специально прислали этих весьма скандарных корреспондентов там антибоксия и задача их была уловить когда йоги блюют антибоксии и вот за нами два ходила все время те антибоксии всякие упражнения на 17 талантин сидим чай пьем а я еще вдобавок курю и хохочем ничего не делаю и вот все плюют а мы нет так они и написали в своих гламарных статьях что не удалось мы можем обнаружить чтоб его не плевали мы себя чувствовали прекрасно соревнователь корреспондент и депоксии но это много так что пока не признали что так и не получилось увидеть но было все равно что здесь что депоксия и так далее как интересное такое что-то интересное и так мы будем мерить так мерить и поэтому оценивать вот мне удалось доказывать что используя некоторое измерение можно оценить восстановление человека вопрос восстановления регенерации восстановления системы как Вы знаете есть аккумуляторы есть вот его можно и можно поработать мы поработаем то его можно оперировать и это сделать можно много У современных аккумуляторов, у таких, по паспорту раз 500. Что мне удалось доказать? Мне не удалось доказать бесконечного, скажем так, бессмертия. Но то, что мы не батарейка, которая может работать, предположим, 70 или 80 или 100 лет, а что нас можно перезаряжать. Много, опять же, что мы аккумуляторы. Вот это вот доказать удалось. То есть, на самом деле, мы не батарейка, в которой опущен какой-то срок жизни, работы, а макроилет. И есть некие методы для того, чтобы нас перезаряжать. Вот то, что мне удалось доказать на угольную тему. Итак, теперь посмотрим, а кто же у нас мерить. Мерить у нас можно много что, однако. Вот эти измерения обязательно должны быть для нас доступны. Чтобы для этого не надо было нам сверлить дырочку в голове, залезать в спинной мозг или куда-то туда. Или хотя бы брать кровь измеры. Это тоже нереально делать все время. Понимаете? Нереально. Хоть германальные анализы очень хорошо развиты, но не смогут в день по 10-20 раз поедать колоруса. Хотя есть те, кто могут. Но круглых таких достаточно. Ну не те же дела, тут наиболее опытные говорили, раз в 4 где не хватает. Вот. Ну и из другого бы что. Значит, то есть нам нужно такое измерение, которое не требует от нас физической, как я сказал, хренов, плюс доступный для нас прибор, который мы можем иметь вот у себя, плюс оно не должно быть долгим, должно быть безопасным, и так далее к стеростям. В 1965 году Керго, австрийский физиолог, иногда говорят австрийский, иногда говорят и негерский, иногда там австрийский древний, но пошло бывает. Писал на немецком. А? Писал на немецком. Да. Писал на немецком. Кстати, до где-то 2007-го или 2008-го или 2008-го, кстати, Керго ты его переведел с немецкого. Я не помню, какого. А? Ну да. Просто единственный перевод с немецкого, работы Керго сделали на Центрации, я почему его и спрашиваю. И он публикул. Ну это Скорнгих. Так вот Керго в 1964 году серьезные вещи доказал, а перевел-то на русский все это, наверное, с утра, в 21 веке. Реликолепный перевод, можно будет на него сослаться, ну в научном печати публикула. Так вот оказалось, что имеется некая очень простая характеристика. Теперь она известна как индекс Керго, хотя не знаю кому известно. потому что единственный перевод на русский, и он, наверное, все удачет. Единственным вовсе не миллионными терактами, хотя и в научных, медицинских, федиологических, рурналах, научных, но за границей. Украина сейчас для нас за границей. Причем очень серьезная. Ну после создания Украины у нас были, у нас в Киеве пришлось создать. Да, это уже социальная. Ну и есть вот международные, гуманал, есть перевод на английский, так подобное и так далее. Вот и наши границы и женщины дадим уже перевести. Для этого никто просто не дадим. Вот, оказывается, ведь нет ни для себя, да? Который фиксирует нервное состояние нашей вегетативно-нервной системы. Теперь почему именно вегетативно-нервной системе? А то, что нам не указывает всего две системы. Вот мы такие крутые, разнообразные, и пальцы вот так, да? Значит, алгоритмами всего две системы. Эта система химическая, раз, это гормона, это всякая филия управляет, в том числе гормона, химическая. Она медленная, химическая реакция и тут относительно медленная. Ну относительно медленная. Какие-то быстрее, какие-то медленнее, оно не так быстро, как процесс электрический. И вторая система, которая нами управляет, значит, вот гормональная, и вторая – вегетативно-нервная. Не будете вегетативно-нервным с состоянием сознания, настроением и других вещей, другими вещами. Вегетативно-нервная система занимается тем, что это управляет жизнедеятельностью организма. Например, вот мы дышим, но мы же не думаем, когда вдохнуть, когда выдохнуть. Это делается автоматически. Это управляет вегетативно-нервной системе. Сердце бьется. Мы тоже, как правило, не заставляли его биться. Мне один раз в жизни пришлось заставлять биться сердце. Это когда я стал в опыте саконитом, а там не стали расстановки сердца. И я перебрал. Это было в конце 20-го века, где-то в 95-м году. И вот там была интересная борьба. Когда бас, я к счастью надеюсь, и голова работает, его надо включить. Такая борьба длилась часа два. К счастью и к сожалению, я победил. Трудно сказать, к счастью и к сожалению. Это было очень тяжко. Когда оно оставляется, а ты усилиями всякими стараешься его запустить. Фактически делаешь себя реанимацией. Фактически сам себя. Ну, наличие маленького медицинского образования дает мне умение это делать. Ну, в общем, два часа я сам себя реанимировал. Он запускал сердце. И ты заводился. Потом все прошло. Никому такие вот это не надо. Вегетативная нервная система, вот она и управляет, чтобы и сердце бьется. Чтобы идти в печень, печень делала какие-то процессы, нужно задать управление. Желудок. Тоже задать управление. Что угодно. Мышки чтобы сгибались. Поэтому, если мы сгибаем что-то, например, это сигнал вегетативную нервную систему. Один. А если я вот там там, вот-вот-у-вот, это тут-там, восторг. Это другое, чрезидерезативную у меня мониторская система. Нет там чем более-то восторга. Ну, очень нравится. И нам еще привица, особо стоило, когда девчонка так шевеливащая, 1.04, т.д. Тогда я располагал с хорошим криком. Это кроме того, на меня так таковым знают, есть такая вещь, называется рок-марафон, он длится 11 часов с 7 вечера до 6 утра. Вот когда так 11 часов с девушкой на шее отпрыгаешь, тогда здорово, выходишь бодрый, почему-то, казалось бы, нагрузка-то бежит, больше, чем во мне на марафон. Марафон нельзя, если это заканчивать тоже. Марафон идёт, учить вели часа, берут, где-то там, если не страшно, какие-то рекламы, ну за 4, за 4 с половиной, там можно, ну за 5, можно торопиться, эти 42 километра пробежать, можно, ну можно не торопять, за 6, за 4, за 4, главное, чтобы 42 километра пробежал, пусть не будет, и 6, за 4. Ну, в общем, это так. А тут 11 часов от первого зора, потом ты спать ещё не можешь. Обычно идёшь домой пешком, к другому концу города. Почему? Это работа редикативной нервной системы, я вот так, в подворот, по-моему. И вот физиологами доказано, и, кстати, первым мне там сказал Ренат Силтернач, там, Ренат Силтерна, физиолог, то есть он у меня, ну а зачем мне можно, но мне и особенности физиологии. Что оказывается, если у нас приобретает работа симпатической нервной системы, вот вегетативная нервная система делится на две части, условно, это симпатическая и партика. Если это минимум симпатика, идёт расход. Вот, например, если я начинаю приседать, например, да, то это я включаю симпатику. Просто как включить симпатику? Поприседать, попрыгать, побегать, поорать. Симпатика включится на концерте. Ура! Ре-пус, ре-пус, моя любимая группа тяжёлого рока. Что я ещё включаю? Симпатика. Симпатика. У меня пульс иногда разгоняется на рок-концерте до 240. Я померял приборы тому зелёю. Не только у меня, это никто не мерил из врачей. Я балл с собой прибор до 240 рывка. У меня под конец приседаний с 80 килограммами штаммы всё равно будет 180, но не больше. Да, да. Представьте себе. Вот я сейчас активно работаю в военно-космическом комплексе. Это институт метро-биологических проблем в Москве. Там у меня соискатка, вся такая, о чём-то она. И я подключён к работе для освоения Марса, там, от всякого космоса, Марс-520 эксперимент был. Ну, у меня на этой теме у них и всё на книгах написано, они заданы там, не говоря о научных вопросах. Так вот представьте себе. Я проверял на себе явление непонятное. Берём модный костюм, Марлан называется, это для выхода в открытие космоса. Кстати, отличный костюм, барышевый, вы видите по телевизору. Ещё советский, сейчас модифицирован, отличный костюм, Арлан. Ну, не сельдикетов вместе с Баллоном, а у килограмм 35-37 вместе с Баллоном. Значит, одеваешь Арлан и по институту погулять. Далее не видишь. Там идёт испытание космической аппаратуры, поэтому если в туалете обнаружили человека, его знали, поджать он зашёл, непонятно. Ну, зашёл. Так вот, в Арканде, в невесомости, что-то и космонавты, ну, жить не везут, ладно, и работают в прошлых часов, в космосе, в невесомости. 210 норма, в курсе. Это нестекретное явление, непонятное. Понятно? То есть я вот в Акваланде, скажем, полной аппаратуре, вес-то не имею, ничего подобного такого. А в Аквалане 210 только так. Пульс. Надо ещё умывание адреналина замерить. Ну, это гормонально, ну, это же это. А тут вот стоят приборами теперь и всё. Представим, наверное, на самом деле, знак вопроса очень. Вот такой симпатик, вот такой пульс, по крайней мере, включают космонавтические вещи. То есть вот в связи с учетом космонавтических, у меня сейчас переноматывали, у меня поступают данные из СНКРС и со всяких практик, через институт металлогических проблем. Там очень интересная цифра, что в качестве аценки границ возможностей человека. Итак, симпатикой у нас занимается, расходом, если очень приблизительно она. Парусинку ацека, восстановление. Подробнее механизм, это Калинар Султанович, он все как физиологу знает. Вообще это и не им. Не знаю, не знаю. Я-то уже делал востоковедов, для него стоковедов. Вот, физиологу Калинар Султановичу, он нам там все расписывает. Как там, что я делаю? Ну вот, ясно. Возможно, я не знаю. Не знаю. Так вот, оказывается, состояние симпатики или парусимпатики можно промерить, используя вот этот Индекс Яна. Перевод статьи Кернар, это на секунду. Я все это сделаю. Ясно. Теперь, что же здесь Индекс Яна? Вот это же вышло. Индекс Яна, ну, обозначить у него какую-то букву, а не примеру, можно рахнуть другую, равно единица минус неги икс, деленный на неги икс. Наконец, я вот чуть-чуть помню. Где икс – это диастатическое давление, то есть нижнее кровяное. Есть верхнее, есть нижнее, подробнее в то, что означает Кернар Сукович. Там почти аналоговый этап, вообще представление, на уровне там в Шиллу нет училища, которое я закончил, или вот в Шиллу нет института, это института, ну, там же будущие представления. Подробнее механизм Кернар Сукович. Есть диастатическое нижнее, есть диастатическое верхнее давление, что-то чего-что значит, вот там, но это вот икс, так? А икс – это частота сердечного сокращения в минуту, через шестую минуту. Это значит пусть? Пусть, да, в минуту. И вот сосчитав вот так, единица минус икс, деленная на икс, где икс. Диастатическое давление, то есть нижнее, а икс – через шестую минуту мы получим у себя в данный момент времени, потому что через минуту мы будем все ждем. Мы это легко сосчитываем. Вот, берем, берем. Вот это то, что примитимо просто. Может, отрицательные нервы бывают? Может, может. У нас в целом треноке это описано, одна же минус пятьсот было. Минус пятьсот, да. У людей этого не бывает, ни в полиции, ни в целом. У нас в целом. Мы не люди, мы мы чё-то. Мы, например, делаем весьма экстремы. Это опубликовано в одном из научных, медицинских журналов. Мы не люди, мы мы чё-то. И мы, в таких условиях, не расскажем, мне вас страшно. Но в тачьях, я с вами, я снесаюсь. Так. Так, чтобы, ты, чё говоря. Вот. Ну, нормального человека 90% не будет. Скорее. Это у чё-то будет быть, и то в процессе некоторых весьма, весьма экстременовое экстременовое. Скорее. Так. И раз туда меряем. Просто так. Он может быть вполне естественным. Отрицательным. Если соотношение экстременовое больше единицы, то от единицы мы отнимем что-то больше единицы, получится отрицательным. Так. Положительным. Если экстременовое меньше единицы, ну, как там, 0,7. Да, единица будет, 0,7 получится плюс 0,3. Он может быть, как положительным, так отрицательным. Ну, вот берем простенькую вещь. Ну, вот, берем. Берем вот переднюю конечность, переднюю лапу. Довольно все, потому что валька у меня считает, что бывает переднюю лапу. Вот так считает. Так. Вот давайте, пульс это наберет, слезает, покажет. Так. Сейчас, сейчас, сработает. Это он срабатывает. То есть, замер где-то около полминуты. Идет там 30 секунд, 35 секунд, где-то, кажется, так. Кстати, напульсные лучше. Лучше, в смысле, кто удобнее, вот эти напульсные. Есть, которые вот отсюда, а вот эти автоматы сейчас даже в космических делах стали, наконец, использоваться. Так, 82 на 84. Вот пишите, единица минус, пишите прямо здесь. Единица минус. 82 деленное на 84. Так, 82 делим на 84. Смотрим. Так, 82 делим на 84. Получится 0,976. Теперь от единицы вычитаем минус 0, то есть, 9, 7, 6. Так, ну 0,08 в общем. Где-то так. 0,08 приблизительно. Со знаком плюс. Вот это приблизительно индекс терпа у вас. Теперь точность, которая дает прибор, плюс вот все это, где-то плюс-минус 0,05. Плюс-минус. То есть, 0,08 у вас плюс-минус 0,05. В данном состоянии. Вот в этом состоянии. Теперь смотрим против другую вещь. Почему я так подробно объясняю? Чтобы успешно заниматься управлением организма и улучшить. Я в роликах думал каждому такую штучку иметь. Она сейчас супер доступна. Лучше напульс на вот эти автоматы. Тогда мы сможем объективно мерить, что у нас. Что вот. Так, штучка достаточно качественная, фактически вечная воспользовала. Мне вот это, я наибрусис, она будет, и так далее. В общем, по-разному актуру, по лопасть. В общем, коробка раскололась, а не подбышка. И коробка, видите, раскололась. Ну, вот такая отличная штучка. Так, а теперь сделаем вот какую вещь. Например, мы сразу вам прицепом к руке это делаем. И сразу прицепим. А теперь присядьте раз 10, 15, так, в произвольном, так, в произвольном. Так, как удобно. Вы представляете, как удобно, действовать, сколько удобно. То есть, для этого не надо, потому что я так могу там сотню и две нагнать. Мне-то все равно, я собака, да, да, да. Собака меня так учит. А так, чтобы чуть-чуть какая-то нагрузочка была. Вот, отличненько. Так, садитесь, садитесь, садитесь. Посмотрим, что будет? На зареге часа будет. А? А? Это от корроза, от внешнего корпуса, на ребрусе я ленточкой с клевом. А он работает. Ну, там, пугайшка пластиковая. Довольно хорошие удары. Аксидоты там полетим. Так, 90 на 100 тысяч. Давайте считаем. Значит, X стал 90. 90. А или к 103. 90 делим на 103. Получится 0,87. Так, 0,87. И от единицы отнимаем 0,87. Получаем 0,13. Это и точно что-то осталось. Итак, видите, был у нас, был у нас, был 0,08. Так? Так было. А стал 0,13. Скажите, пожалуйста, достаточно ли данной девушке этой нагрузки, чтобы ширину ценности? Нет! Плюс-минус 0,05. Помните? К этому прибавляем 0,05. Нифига и не стало. И мы уже не знаем. Хотя вроде человек поприседал на 13, вы приедете, казалось, вы. То есть физкультурных полиции. Ах, человеку дали нагрузку? Нифига ты мне говорила нагрузка. Понятно? Казалось бы, субъективно, подвустала, на мышце, там, дыхание, что-то. Воду возить. Вот камни. Воду не заметит. Вы видите, он сразу даром акцент там, что вот такого рода, всякая рекомендарная спорта в физкультуре для вас это ничто. То есть вегетативно-мемерную систему не колыхируется практически. Плюс-минус 0,05 это ничто. В границах, так сказать, точность измерения. Видите, как быстро человек может сразу сходу. Наши эксперимент знали, ну, в чем сила подсчета и сила математики, это огромный коэффициент полезного действия. То есть, чтобы вот так оценить быстро, легко, главное, объективно, адекватно, оценивать, то мы можем только чизла, это с самого начала не говорили. Вот есть чизла, но есть точность прибора и самого процесса. На вас, оказывается, никак не подействовало практически. Такая штучка. То есть, значит, если вас сдвигать в симпатику, то для вас это не надушно. Вообще. То есть, организм не замечает. А если вас обругать, как себя дают? Не знаю. Не знаю. Вы понимаете, я в основном занимаюсь именно такими вот очевидными воздействиями, физическими. Вот. Психологические воздействия, ну, есть у меня там Красный Дипломин Института психолога вообще-то. Ну, это отдельная область. То есть, систему управления мы стараемся давать только то, что повторимо. То есть, эксперимент должен быть весьма повторимый. Тогда это дело говорится. Можно другого это понимать. Это настолько абстракт. Я даю вам простой такой альтернативный пример. Вот при некоторых вещах скажи слово «черт», и у нее индекситета значительно поднимется. Бог на конфетах тяжелого нога куда их ходит? Там матом не ругаются на нем разговоры. Причем только со сценой никого. В зале неприлично друг с другом, а со сценой это искусство. Там другое. Понимаете? То есть, система официальная, но это нельзя за дверями приступать. Там все пьесны в кубке соотношечного органа это тяжелый ног. Там к такому призовут. И такое скажут за сцена, а вот за другим приличие. За сцена микрофон можно. Выглядит? Еще бы в стриптиз баре кто-нибудь стал раздеваться. Ну да! Да! Правильно! Правильно! Да-да-да! Это специализировано! Естественно, стриптиз баре раздеваться не начали. Ну, это дежурный бог свое специфика. Кстати, обычно у нас тоже не знают вот этих вещей. Имеется стриптизер, а имеется пилон танцовщик. Приходите в пилон танцов. Я двойку сыноваю. Я это очень скромные девчонки. Они на пилоне вот на этом шоссе такое делают, я не делал батальгомы. Пилон это международные спорты и скоро станет олимпийским. Это вид художественной пилонатики. Девчонки такое выдают, и так красиво на этом шоссе. Обычно люди не гамок и а стриптиз делаши. Вот как раз они мои знакомые Елена и живут. Они пилон и они всю жизнь там каждая из них там кандидат мастера 100 по демниверситете 26 это одна по демниверситете вторая обрабатка. Я не знаю чем они там делаются не пойму как. То есть весь область так не знаю я много фотографировал но заметен не удалось но некоторые вещи которые они там делают мне как математика не укладывается как они могут висеть там. Ну вот есть же йога на вот этот как правильно называть его на огромном шесте который не предпринял с потолок а просто стоит. нет все это я схожу как вот такой сугральный математик вояка мне так сказать точку обхода пожалуйста не узнать распределение сил только я первым фотографировал потом анализирую при этом стоит чисто как математика вопрос извините как она кихальца здесь должны возникнуть такие рычаги такие усилия что она сломаться должна я вот подхожу вот так формирую вот то есть как вот холодное мышление математика то есть математическое интеллирование и все то есть и есть все такие весьма таинственные скажем и так видите оказывалось что вам вот это нагрузчик явно молодое хотя вроде там дыхание чаще ставить сердце там да кто-то ставь чем-то так но вам это мало оказывается вот я че посадить вот и дальше вот так вот что оказывается это все вроде пока пока еще нет открыто есть медий индекс керта наш так но что этот вопрос какой это все и вот тут мы пошли керта самого керта вот это прибыль с двором отец но керта он же собственно врач у него мышление врач он был решен что у всех нормальных людей у всех это ноль больше нуля это он назвал гипер это назвал гипер и вот всякие названия ну больше но когда мы взяли значительное количество людей мне приходилось в частности благодаря сотрудничеству с институтом медиологических проблем в Москве вот который космосом занимается там первые космонавтов готовили Гагарина Тетова и так далее зналый человека который готовил был через дно на самом деле вот один из таких людей занимается так вот что оказалось когда мы не ничего керта кто сделал в 64 году выпустил и никто не знал что написал керта говорят о керта пока Ренат Султан в 21 веке не перевел никто не стал керта вообще а там весьма хитрый немецкий еще такой небыдовой наручный немецкий что весьма непрост то есть она вместо три пришлось с этими несколькими страницами что это действительно был адекватный перевод народский язык так сказать голову поломать перевод это очень серьезно и очень трудно действительно адекватно прием вновь вот когда мы намерили много много оказалось что одни мне ночь у здорового человека ну и жениться у людей которые в космос я у двоя нет вот из визитства в частности на платье вольской связи генерала армалая в котором охладил войска сидели здоровые мужики курсанты которые там кроссов полный утро бегают я видел десантников которые там с парашютами и так далее успех десанта и оказалось что здоровый мужик а у одного здорового мужика интерсперта может быть плюс 0-2 в спокойном состоянии а у другого например вот у нас есть с Ренатом Саша Варжаев боевой вертолетчик прошедший две войны он с места вот так жестких ботинков хоть вперед сальто хоть назад сальто на скалах прямо на Эльбруде там вокруг камня посмотрите не на попуте то есть да он крепкий у него вообще где-то минус 0-25 обычный индекс я там поэтому оказалось что 0-2 это так некая недоработка терта и недоработка это нормально идет дальше последующая развитие то есть любой ученый до конца никогда все сделать не может дальше идет его развитие ну пример первый сочетал с лучшими книг знаете как бы Ньютон 1666 год потом стали Ньютона развивать и через 300 лет 1757 запустили это что отрекцион Ньютона нет развивали его результат естественно до конца он сделать не смог то есть это ветверка вот он сделал это спасибо ему отлично такая Ньютон физиология и до конца меня надеется мы с этим и оказалось что вот этот индекскер глубоко индивидуальный индекскер и это не значит что человек болен как не болен вот этот не болен вот этот но он может быть очень разным поэтому необходимо узнать вам какой ваш индивидуальный средний индекскер он может оказаться у вас такой у меня такой у вас такой у вас такой у вас по себе я знаю что у меня вот мой индивидуальный индекскер средний минус 0,05 это может индивидуальный но я знаю целый ряд людей у которых 0,2 конечно плюс 0,2 средний и они здоровы крепче и так и у которых вот такой то есть он индивидуальный для чего это нужно будет знать потому что только относительно индивидуального индекса керга мы сможем решить у нас серебратика включилась или пара серебратика потому что у этого человека у Саши возжаривали если у него индивидуальный минус 0,25 знаете минус 0,1 что он включилась симпатик а по керга должна быть выше но это не доработка керга он не мог все сделать вполне естественно а у меня девушка одна такая Катя у меня плюс 0,2 всегда средний значит у нее плюс 0,1 это что пара симпатик для нее вот и смотрите вот для Саши Вальчаева минус 0,1 это уже симпатик а для Кати плюс 0,1 это уже пара симпатик видите поэтому чтобы узнать слой индивидуальный минус 0,1 что я рекомендую значит можно иметь где-то замеров 50 ну можно и делиться 30 то это откуда эти цифры это математика то есть есть в результатах Гаусса в результатах Тебушова и так далее в результатах сьюдингом сколько измерений должно быть это все математика и доказано для каких измерений и что в общем 30 минимум а 50 достаточно для этого величина то есть вы имея вот это дело на тоновых или как мы селина 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 тергоника потому что мы не так селина 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 тергоника должны сделать 130 50 измерений в любом состоянии для этого что-то специальное не надо ну как мудачей расслабьтесь успокойтесь для физиологических целей не надо вот вы дома что-то или на работе что-то вот значит в туалете не надо мы же иначе как физиолог когда мы тяноти в плане замеров у нас серия замеров есть во время детекации чтобы человек убраться мы искали некие рефлексы это не надо там очень интересные явления большими шутерами если нас тоже знаете да там очень интересно но это физиология разная состоит значит так же меряете два высших камерах дома где-то щитилича или на работе где-то щитилича ну не малык тем конечно электроэнгаз так щитилича 30-50 замеров потом почитываете среднее арифметическое понятно ну сочетать среднее арифметическое надо смотить от 30-50 штук с помощью современных калькуляторов элементарно просто и вот это будет ваш индивидуальный антекс ясно вот это обязательно сделайте чтобы вы для себя знали вот я сколько знаю у меня минус 0.25 0 индивидуальный хотя есть те у кого плюс 0.2 их индивидуальный есть у кого минус 0.25 их индивидуальный то есть говорить о среднем это нельзя вот в этом наш индивидуальный таким образом включается у нас симпатика или парасимпатика меряется относительно индексов керна индивидуального это среднее арифметическое если мы раскачаем тени индекс керна чем он постепенно вернуется шире может даже заскочит шире если чем-то снимем он тоже заскочит шире вот это вот то ваш индивидуальный индекс керна который для вас характер запишите свое название вот этого явления области вот этой области вот вот эта область называется аттрактор аттрактор ну чтобы вы слабо знаете это ваш аттрактор или множество возвратов множество возвратов множество возвратов множество возвратов множество притяжений Ну вот как, например, если мы берем мяч, кидаем, как бы мы его ни кидали, мы накачиваем на земле, правда? А трактор не третий дня, в таком случае. Это трактор, то, к чему стремится. Если мы даже спутник запустили, если его не поднимать выше, он все равно упадет на землю постепенно. Там по спирали логеризмической идет падение, то есть по верхней земле трактор. Вот МКС, на котором сейчас мы стоим, он выпущает мне 200-300 метров в сутки, он выпускает в землю. Его приходится эпизодически поднимать. Иначе он упадет на логеризмической станции. Земля трактор, свойства трактора. Вот для студников. Земля трактор, для нас трактор, эритативная нервная система, это индивидуальная индустрия, да ваша. Найдите свой трактор. Или, значит, множество притяжения. К чему притяжитесь? Ну, а дальше возникает. Так, сейчас, чтобы переходить к следующему развитию, пожалуйста, вопросик. Кого уходите, пожалуйста. Там сейчас перейдем, конечно, чем надо. Так, ну, все в сравнительном состоянии, да? Замерять. Ну, например, после плотной еды или натощал. Имеется в виду? Все равно. Все равно. После знака, после самого желания. Сколько угодно. Состояние, например, разозленности. Сколько угодно. Сколько угодно. Нет. Вот сейчас тогда я думаю, что когда я разозлился, то у меня театр. Трудно сказать. Вот. Вот трудно сказать. Я знаю одно существо, у которого нет вообще злости, это моя сама. За 3,5 года жизни он даже не затягивал, ни наше. Как его тарр, не было. Но он деменетический спасатель. То есть это не охранник, не защитник. Ему в этом исполезные здесь работают. Он Goldie Figator, а не спасатели их, используя. Он чревесок против клюков. Он только ищет. То есть огромное здоровье, огромное зубище, огромное силище, выносливость там, любые температуры, все что угодно, он даже не зритель никогда. Я вот когда с ним гуляю, на площадку детскую бегаю, то матери знают, что ребенок, кто за хвост, его кто зрал-то. Можно в пасть засунуть за язык, пойдем, он уже будет хвостом гулять. То есть он спасатель, в нем вот это геном. Вот у меня религенция, никто не злится. Пудель у меня был, то можно зазлиться. А это у меня предажа во всяком, не бесполезно. Садистом камере. А? Садистом камере. Ну вот-вот нет злости. Вот в породах, как собака, нет злости. Он, конечно, все анализ спасатель, но у меня зазлишь. Секретарь и зазлишь. Вот только мою собаку так зазлишь. Он спасатель. Он друг у всех. И божий друг тоже. Вообще все друг. И собак друг. И людей всех. И обоих сейчас. На руках, на руках, на руках, на руках. Погналю. А? То есть, например, высота тоже не имеет значения мерить, да? Вот индексируем. В смысле, высота. В смысле, высота. А? Значит, относительно гор. Понимаете? Здесь вопрос весьма открытый. Вот мы с вами на чем-то, на чем ряд вещей промеряли, вот при друг отложили на Эдрус. Тут вопрос весьма открытый. Никто этим не занимался в достаточном объеме стандартных. Потому что, когда я начинаю что-то обрывать, вот вот по всяким десятилетиям, у меня математическое, стихостическое моделирование, стихостическое моделирование математическое, это весь связанная с вероятностью. Весьма островатая работа. Ну, вот, по-моему сказать, например, по температурам окружающего воздуха в Санкт-Петербурге, по погоде в Санкт-Петербурге, у меня данные с 1865 года. То есть, где-то уже лет за 100 слоев 5. Как это с 1865? Есть. Вот, база данная. Ну, вот сегодня первая периода. Ну, где-то в 9 утра, я посмотрел на термометр, было минус 1. А сколько вы думаете сегодня должно быть среднеархматическое? Плюс 0.1. Вот первое апреля, это первая, ну, среднеархматическая дата, у которой температура же у нас выше нуля. А ниже нуля, 15-ая ноября. 5-ая, 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 да все. Ну, а в грамм минус 3. Вот сюда я подходил, ну, где-то в полдвенадцатого, в грамм минус 3. Я там посмотрел. Понятно. Поэтому, трудно сказать, в горах что там. Это надо мерить на кучи материала. Таких еще достаточной кучи материалов нету достаточного объема. Так, почему? Ну, нервицы, М. Султановичи, мы слили с неккими опытами, а не некие средние там, в этих, с некими геологическими опытами. Так, еще какие вопросы? В спокойном состоянии, ну, после, например, занятий там асанами или протаяцами, ну, очень трудно сказать. Потому что, вот буду я вам давать занятия, и вы увидите, что по нашим сферам, в спокойном состоянии, у вас вдруг индустерка резко пройдет вниз. С какими целями, надо сказать. Да? С какими целями, надо сказать. Сразу видите, то есть то, что я даю, все далеко проверяется, далеко расстраивается и так. Так, еще какие есть вопросы? Некий флайл. Да? А потом дальше предложили о следующем флайлу. Вот с этим все говорилось. Так, давайте я минутку подождусь, подумайте. Я, понимаете, я в этом отношении, ну, салдафона тупица. У меня вот есть понятие времени. Вот я начал лекцию, я включил секундамент. Каждый объем я по секундамент смотрю. Ну, вот так, так сказать, последствия работы в военном числе. Ну, вот. Все, что вы умираете, все, остальное путь. И лекции я когда студентам читаю по математике, но они уже ко мне привыкли. Все, часовой пик, началась лекция. Все, секунду в секунду. Две-три минуты до окончания, что лекция закончена. То есть я готов вот так, чтобы закончен на две-три минуты раньше. Пал. Ну, не так со студентами. То есть никогда не бывает, что задерживал у них студент. Смолчан. За две-три минуты. Можно вот такой вопрос? Пожалуйста. Не знаю, как покорение. Вот просто, допустим, человек, например, слушает лекцию, да, и получается, что, вот тут вы говорите, симпатика – это расход. Да. А симпатика – это восстановленное. И сразу же человек так, значит, мне нужно, чтобы у меня всегда было про симпатики. Никакой симпатики. Да? То есть сразу же человек оценивает – хорошо и плохо. Да? Это, ну, слишком торжественное заявление, скажем так, слишком расширенное заявление. То есть я занимаюсь управлением человека через некие физические воздействия, физиологические, скажем так. Психологические воздействия я не занимаюсь этим. Понимаете? Хотя я преподавал психологом-математиком, и у меня есть некоторые психологи, в частности, такой робот, где Тарей Спирель покрасил. Вот он учился на психологии, вот, ну там, в другом университете. Ну, я обычно дружу. И есть у меня научная работа по психологии. По математическому моделированию психологических процессов, в серьезном этом журнале, в акции научной, ну, которой 20 считается, как научная работа, есть. Но, тем не менее, может, что психологи для меня занимаются. Нет. Человек, например, сделал для себя выбор. Вот с точки зрения физиологии он правильно решил? Все, я теперь вот только вот, чтобы у парасимфатики. То есть именно вот. Понятно. Слишком торжественное заявление. Решить-то так можно. Понимаете? Решить это вопрос психологически. Ну, я тогда пояснил вопрос. Принципиально правильно, да, лучше. Но пути достижения, вот, как раз требуется, нередко как раз, включение предварительной симпатики. Иначе не получится никогда адекватной вот той, желаемой парасимпатики. Выраженное количество. Я тогда угадал управлять. Это уже вопрос по, там, как реализуешься управлять. Это как следует. Да. Реализация системы управления. То есть маятник? Маятник, это все понимаете. Даже не живет, не живет, не живет, не живет, скажем так. Временом даем и беден. То есть можно, да, можно, сразу с маятником, но это не совсем так. На самом деле. То есть эти процессы на дифференциальных уравнениях, там, второго, третьего порядка, они не совземы, так скажем так. То есть не все ряды, не мимо. Маятник говорит. Давайте строим следующий парад. Да. Давайте следующий парад. И теперь принцип. На чем же идет система восстановления? Итак, принцип Бабу Божия. То есть вся комисматическая магия строится, вначале мы даем некие предположения. Не путитесь гипотезой. Вопрос, чем гипотеза, отличается от предположения. Чем? Так вот, у нас, к сожалению, люди пунктуют. Гипотеза и предположения. Гипотеза может быть только математическая. Вот если жить на Марсе, нет ли жить на Марсе, это предположение. Не будет. То есть гипотеза может быть либо о числах, ясно? Это гипотеза. Либо о какой-то формуле, либо о каком-то уравнении, либо о какой-то системе уравнений. Ясно? Вот гипотеза. Что это число такое? Например, число 5. Число плюс 13. 0,13. Это гипотеза в числе. Гипотеза. Тогда, возможно, применить некий аппарат, математический у нас нет. Называется математическая проверка гипотез. Математическая, а не голосовая. Кто же? То есть можно о какой-то формуле выдвигать гипотезу. Вот формула верна или не верна, работает или не работает. Дальше аппарат – математическая проверка гипотез. Гипотез. Это весьма такой неочевидный математический аппарат, который развился только в 20-том веке вообще. А предположение может быть всё, что угодно. Гипотеза может быть о виде уравнения, описывающего процессы или систему уравнения. А вот любят – не любят. Если жизнь на массе – нет жизни на массе – это не гипотеза. Это предположение. И вот это как раз показывает очень сильную безграмотность страхового общества. Когда по телевизору что-то сказали согласно моей гипотезе, а потом еще и теории. Вот это уже не проходит на уровне ПТУ, на самом деле. Вы очень часто это видите. То есть это записано просто в документах об образовании, я всегда говорю, формалист. Человек на первом курсе ПТУ после восьми классов, он мне приходилось преподавать. В советское время было распределение, и мне пришлось преподавать потом. ПТУ. Это предположение. Я покажу, потому что я знаю. То есть гипотеза может быть только либо о числах, либо о формуле, либо о отсутствии уровнях. Это аналитические выражения называются. Ну некая арифматическая штука. Гипотеза любит, не любит. Или согласно моей гипотезе экономический кризис будет повторяться. Это не гипотеза, это предположение. Предполагать, повторяем, можно все что угодно. Так можно предположить, что у вас нет хвоста. Правда, хвост? Что? Хвост. Хвост? Да. Видите? А можно предположить, что нет. Потому что всякая красивая женщина видела. Правда? Ну, объясняю, где написано это предположение. Книга «Молот и ведьма». Читали? Нет. Во! В 80-х годах перевели историю и переводили в латыни. К сожалению, в четвертую главу побоялись публиковать. Там методика проведения будет. В латыни? В латыни, да. Значит, «Молот и ведьма». Так вот там четко написано. Всякая красивая женщина – ведьма. Точка. «Молот и ведьма» – смущенная книга инвестиция. «Но это дипотеза или предположение?» Ахлама. Это яхту. Ахлама! «У-уу-у-у!» «Вау-у-у!» «Вау-у!» Так вот, в рамках формальной науки – это предположение. Ясно. Предположение. Ага, если видимо, значит, есть хвост, да. Дальше идет проведен. А как навести статистическую проверку дипотези, что хвост действительно есть. Правильно? Сейчас, Владимир Иванович. Как, как, как? Вот я выложу на гипотезу, хотя предположение, всякая красивая женщина видела, есть хвост. Начинаем статистическую проверку гипотез. У меня на всех студентах проверено, срабатывается опять. Ну, переводится. Отпечатался хвост или нет? Все проще, все проще. Верите. Поворачивайтесь сюда. Можете на грамме почувствовать, что он там не хватит, а от вас это не снимается. Можете на грамме прижаться почувствовать, как угодно. Можете поверить, никакой там ушибы, и прочее нет. Так? То есть вы угленно что-то взяли за вами? Да. Точно. Так? Можете посмотреть. Пожалуйста, можете посмотреть. Сколько угодно. Я нахожусь вот здесь, никакого гипнотического сеанса нет. Вот. Теперь нас в целом, черевелочке не пройдет. Обычно мы проводим, но сейчас нет. Обычно у нас. Невидимое. Тихо. Нет. А руки так держать, не обязательно сейчас расстрелим, если я вас не буду сейчас. Расстрелим. Нет. Не торопясь. Ну, вот в такой скорости. Вот в такой скорости. Не торопясь. Не торопясь, чтобы ничего страшного не было. Нет, вы полностью все выделите, не торопец, не торопец в такой скорости приблизить, так вот так, раз, два, три, а с вами уже хвост, а с вами уже хвост, видите, задерзываешься, есть хвост, ты видишь, как куча, крат, один, вот есть, шипа дерзится, начинают, все красивые женщины начинают чертиться. Что происходит, хвост есть? Так, ладно, итак, господа, вот есть, повторяю, предположение, есть гипотезы, у гипотезы делается статистическая проверка, это еще был не статк проверки, это был на год данный для статк проверки, ясно? Если нельзя там эти 100, а для нула, если взять 2, то хвост есть, там дальше идет статк проверки, а это на год данный для статк проверки. Итак, значит, есть предположение, есть гипотеза. Гипотеза может быть о числах, форме, уравнении, всяком таком. Предположение предполагать можно что угодно. Теория возникает только тогда, когда пройти все статк проверки, доказано куча теорем, и только при наличии огромного количества теорем возникает теория, на самом деле. Иначе у нас уже была теория коммунизма, очень успешная, была теория инквизиции, тоже чудесная, была теория Фюмера, тоже очень хорошая экономика. Вот это не теория, это не менее предположения, скажу так, и не видность. Однако в рамках физиологии, вот тут берем, количественно доказано, в рамках физиологии уже есть доказано, что на этот работе симплатика у нас идет расход. Работает парасимплатика, у нас идет восстановление. Как у аккумулятора, подключенная лампочка, он разрезается, подключено зарядное устройство, он разрезается, приправленное зарядное устройство и правильное режиме зарядится. Что нам удалось сделать, что иначе, это численно установить, что это относительно некого индивидуального значения, не нуля, как по-первых, у Кета фактически была дипотеза, что ноль. Так, цифра. Вот многочисленная статус проверка, огромное количество дала, что нет, это дипотеза нольерная. Ответ в родном индивидуальном среднем. Установлено доказано. Ясно, да? Таким образом, что нам надо сделать, смотрите. Нам нужно как бы правильно, я тогда совершенно скажу, сделать как-то так, чтобы у нас пошло установление. Как-то так. Чтобы какое-то время, пусть идет какое-то время, вот индивидуальная точка, я говорю, здесь индивидуальная различия, это индивидуальная точка плюс, это индивидуальная точка плюс. Вот сейчас посмотрим опять ротенькую вещь сразу, потому что чем поместить ещё у себя? Я не случайно попросил переодеться, потому что я тоже сказал, что мы будем. Я просто покажу пищевую, чтобы всё чётко думать. Похать-то мы будем. Делаем маленький перерывчик без умного давения, вот что происходит. То есть перерывчик делаем. Сейчас поднимем. А давайте тоже перерывем, выключите это дело. Давайте на 5 минут перерывим. Давайте отдохнём. 5 минут перерывчик давайте. Чтобы вы начали работать уже, зная, кто за чём себя контролирует. Вот я так, временные варианты, начну для меня, что... Ну, сейчас немножко погоняем. Поехали. Да. Поехали. Пока. Поехали. 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 Подобно всё. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Не афишируется. Науков известных космонавтов. Иногда он может накострелять в павский дорогой. Это мы видим в крестах, солидных по телевизору. Они все им умерли. Это огромный подвиг появился в космосе. Не представляю себе, что это такое. Я не знаю, что это будет. Я имею любительное предположение. То есть это действительно герои, настоящие герои. Они знают, на что идут. И задача только по открытой карте. Какие мои предположения? Вы знаете, что нахождение в скопанере 210 пульсов по 6 часов, там, выход в космос. Вот они симпатизм набирают там. Насколько они стареют. Поэтому мы не представляем, какие они герои действительно. Но жесткое обручение еще в том числе. Да плюс там куча всего. То есть это инвалиды, на самом деле. Кто длительный там, а не смог, как кто идут. Это действительно обалденные герои. Страшная вещь. Вот одна из вещей, которая резко жжет от индекса, скажем так, и снижает все эти состояния объема. Вообще, еще у меня такое подозрение, что постоянная перемена местоживости тоже. Ну, это надо мерить. Какая постоянная перемена, кто часто летает? Не знаю. Не знаю. Вы понимаете, у меня данные по космическому писательным делам. Так-так. Я все проверяю, взаимодействую. У меня сейчас на работу пришло весь там ужас и все было. Значит, две мне благодарности пришли. Одни за научную работу в области космоса. Вот. И второе за исключение военно-космическое отношение. Ну, вообще-то. Там мужики все ходят, потому что я плохой. Обратительно, как я говорю. У меня исключение. Да хуже всех, на каждом. Я самый плохой. Я все время на английский лежу. Хуже меня, на каждом дня. За всю жизнь я ни одному человеку буду поставить или не поставить. Понятно? И у меня со студентами другие отношения. То есть, передо мной они не должны подходить по стойке смеха и вот так вот дорожать. У нас с ними нормальные духовские отношения. Мы с ними работаем. Я не сосредоточен, вы меня обладаете. Понятно? Мы работаем в освободении математики. Мы коллеги. Студентами обращаюсь. Коллега. Понятно? У меня другой подход. Преподавание, отношение с экспериментом. Со студентами мы можем вечером толпой пойти в руку. Понятно? А там мы начинаем перемывать. А что там? А чего вот это тюльтер-тюльно на шее целый вечер сидим? Ведь всё под водку разукрасано. А это как? Понятно? Вы начинаете, вот это я говорю. Страшная вещь. А мы с ними просто вместе. Мы вместе мы дружим. Мы толпа. Вот. Некая толпа. Ходячая по ходу, по ходу, по ходу и изучающая математику. Поэтому у меня все оценки настоящие. Они знают, что не знать математику хотя бы на тройку позволят. Им стыдно не знать. Вот что они прививают. Что стыдно не знать. Это сама история. У меня нет страха, у меня есть стыдка. Вот это я прививаю. Раз ты студент, стыдно не знать. Вот это позор. Вот это, как они говорят, это стой. Поэтому на тройку не знают любой вообще. Но, как правило, из 5 человек троим 2-3 на экзамен. Для этого пациента 25. Пятерки, а остальные 4 человек троим 2-3 человек. Потому что человек и действительно. Это было... Они молодшими старались. Их очень любили все мужчины. Вот. Ну вот то, что нам воздастся. Сейчас мы попробуем простую вещь. Да, действительно, есть эффект. Который весьма часто так глонурно, банально, по бытаному называют. Эффектом маятника. Ну, это такое, античное название. Что после того, как произошла оптимизация симплатиков, какое-то время может быть что-то. Какое-то время. Ну, все равно мы начинаем мерить сутки. Все равно среднее получается. Вот почему чистый маятник не срабатывает там. Там другие типорамины. Вот давайте на вас попробуем опять. Значит, вот у вас было 0,08, да? 0 плюс 0,13, то вы поприседали. А вот поприседаетесь по активнее. Побольше. Вот. Ну, побольше. Поприседаете? Нормально? Там какая-то вам голова-то была. Да. Поприседаете? Да. Ну, будем. Жена. Можно считать, что у вас. Вот это, что 200 раз на предыдущем было. Вот это, что ты считаешь, что у вас будет. Поприседаете. Побольше, сколько можете, как снег? Ну, не так, чтобы допустимение, что… Квистат Труния, это за то, что в прошлом лекции попустили? Пусть, пусть. Пусть, пусть приседает, да. Там хвост вполне естественно, хвост в дробном буре. Замай клошком какое-то время, правильное движение клошком. Обязательно правильное движение клошком. Так, чтобы подушекать. Вы представляете, что качлево подушекать? Да, так, чтобы качлево подушекать. Так, индивидуально, ну субъективно. Не, ну это у кого? То есть, правильное движение клошком. Всё-всё, нажали, да? Нажали, пошла набираться. Пошла набираться. Так, здесь где-то порядка пол-минут, сорока-сет минут за ним. Через два мастера. А вот эти вот тоже? Это хуже. Не надо, да? Это хуже. Вот, ну что, 90, 129. Репишите, вверху 90, мне же 129. Смотрим. Значит, 90, 129. То есть, эти хуже. Вот эти лучше всего. Значит, 90... На пальцем, а не дорого скажем? Да, это сверху, 29. На пальцем? Да. Молодец. Обратите внимание. Плюс 0,0. 0,0. 0,0. Плюс 0,0. Плюс 0,0. Плюс 0,0. Плюс 0,0. Обратите внимание. Вот тут было организму. Пошли. Ну, 0,0,5 туда всё было. Это не нагрузка была. А вот тут уже для вас есть место для организма. Плюс 0,0,0. Вы видите? Разогнули. Так. Ну, смотрим. Пока я не знаю вашего... Ну, среднего его никто не знает. Индивидуального. Ну, поставила. Плюс 0,0. Так. Разогнули. Вот будем считать, что наш эксперимент начался после присядевания. Будем считать, что наш эксперимент. Как вы сказали? Присядем эксперимент. Вот. Значит. Так. Две минуты он уже длится. Тут всё. Ну, видимо, мы ставим простой обычный оборот. Да? Он же сделан присядевание. Так. Данное тяние. Данное. Делал плюс 0,0,8. После ряда присядеваний плюс 0,3. Так. И теперь делаем, смотрим, что у человека будет. А тут же вот чистый научный подход. Вот. Фидеология. То есть вот сейчас я засёк время. И то увидим некие вещи. То есть наш организм оказывается весьма удобно мериться. Ну, можно создавать некий систему управления. Средиология. То есть в серии системы это прошло 4 минуты после эксперимента. Ну, давайте поделим траха. Вот. Давайте надевайте. Вот. Надевайте. Мы едем. В Russia. А сейчас сейчас там. В procedural деле, в котором можно померить. 19 часов в сутки я уже прослушала 72 на 80 сочетайте индекс 72 на 80 у вас сейчас 72 на 80 72 на 80 сейчас 72 делим на 80 получится 72 делим на 80 получается 0,9 от 1 минус 0,9 плюс 0,1 ну вот пусть давайте еще идет некоторое время какой там вопрос у вас был 12 часов в сутки жизнь вы выбрали да это по интегрированию площадей на декор да да вопрос в том что это как-то плюсуется вы выигрываете каждый день по 10 числа я не сказал что я то есть это можно каждые сутки делать или как я не сказал что я так каждые сутки выигрываю нет не вы а вообще то есть это можно наверное можно вы понимаете я занимаюсь наукой то что мне удалось доказать ну вот как ну Ньютон в 1666 году рассчиталось с причем искусственной земли да в то время говорили что земля плоская на трехтый тракт ну и так далее много-много говорили заодно многих на костре сожгли с 17 лет поможли еще вообще вот много чего было на самом деле ну а реализовать-то удалось через 300 лет практически в 1957 году поэтому то что я вот считал делу я доказал теоретически возможность как-нибудь вот раз я добился некоторых количественных вещей но не значит что я каждые сутки могу там 12 часов не говорить это мой личный лекод который здоровье это не значит что я являюсь каким-то там супер-гугл лекарственным может у вас лучше получатся эти вещи они не сберли я не знаю может у вас получится лучше вполне возможно может уже в этом году вполне возможно вот тут знаете как по математике я вот студентам объясняю все эти вещи первокусникам 18 лет и говорю я вам вот эти темы рассказываю я вот это знаю но я не знаю может быть вы что-то новое придумаете что-то человек тогда давайте поработаем вместе и вы это подвигаетесь и вот я психолога огневой так обучал обучал такого Игоря пока вот таким путем психолога в конце концов узнав у меня математик он в математике такое додумался и мы сделали такую математическую модель что весь психолог в стене а модель публиковала в математическом журнале по поведению человека понятно я не додумался он додумался даже и отшлифовал эту математику просто шлифовка ну сделать так чтобы все это было очень серьезно струбировано но в математике поэтому может у вас лучше получится я не знаю вполне возможно я доказал что это возможно я знаю как некие штуки делать мой личный рекорд что я за сутки могу выиграть 19 часов это себе 19 часов жизни прибавить но это не значит что я каждый сутки могу этому рекорд ясно наука большая реальность а вы уже давно стартулись тем что на самом деле людям неохота без смерти и жить долго что они только делают вид сюда подавно вы понимаете я умышленно не занимаюсь вопросом психологии так как век занимался профессионально в институте перчаева когда я получил каждый диплом психоаналитикой я там работал аналитиком и я увидел что там ничего не замерз мою математическую квалификацию можно применить когда результаты измерений описываются увагнениями я все докажу нет замерзить можно вот вы рассказываете вы говорите о своих результатах а люди после этого делают или не делают я думаю что почти никто не делает вот и замерз вы понимаете это опять вопрос психологический тот же вопрос можно задать о чем много ли людей занимается математик это правильно а много ли ходил в конце это понимаете все вот эти вот риту риту ритуристические штуки знаете в советское время очень любили колористы для родителей этих учительниц политературной сейчас что вы с вами бумага как-то ах ты гадина такая хочет быть балерины а если все станут балерины то что а кто ведь творником будет равно истерика вот на волне слов я вот это видел понимаете к сожалению у нас вот так там ах там ты мне говорили в университете учишься гад такой сволочек без денег без денег а кто родину существует вам смешно мне три года и я сидел все на седьмом в восемьдесят и сзади свою искуску по данным и дальше я знаю кто такой советский консул один пытки и так далее вот это мне знакомо ну а толпа вот эта говорила уводится укрыгнута помните бездарных кто это говорил в литературе так правда в это время люди в интернатории говорили бездарные битвы да бездарные двадцатого всех они восхватили а и кто был дурак сам я знал кто как это действительно это враг обратите внимание советский союз а те кто уступал то есть те кто свободен армия разрушил сам это известно просто поэтому я исхожу всех работ из келу я буду замерять а вся риторика я нею подальше то есть риторику я расскажу девочкам на концерте виднее эггодов это не кто-то даже много так сказать развлекают их не кто-то не ну риторика мне больше всего нравится великого русского литератора какой самый русский литератор хванец а до этого мне больше всего нравился великий русский литератор Аркадий Сайд и Ветерактор но оказывается рассказывал рассказы в Банец кстати знаете он мне в 60-х был знаком и он мне дал два урока как худить вот первые два урока о том как худить мне дал сам Аркадий Сайд Ветерактор просто как бы вспомнил только чтобы женаком муж я вот женаком могу сказать ну так не нужно вот вообще в 60-е годы был очень юношеский взгляд химического учебного заведения так допустим как так ясно да теперь давайте опять его замерим еще раз одеться себе заметься вот еще раз замерим а тут раз ага вот прошло еще 10 минут и так смотрите было плюс 3 через 5 минут стало плюс 0,1 да это 5 минут и еще прошло ну пока мельчат будет уже и 12 сейчас уже 11 минут так от 5 плюс 12 17 17 17 смотрим ну и 8 за месяц Сколько там данное? 75 на 80, так считаю. 75 делим на 80, получаем 0,93, от единицы минус 0,93 получилось 0,07. Вот здесь, ну 0,07, практически то же самое. Вот обратите внимание, а теперь маятник, вот у человека 0,08, вот мы как этот человек поприседрали, так, и куда реагировалось, ну 0,01,07, а 0,05, ну это одно и то же. То есть вот что оказалось. Правда? А не вот это. Вот и весь маятник. Почему? Вот казалось бы, мы солидно кинулись сюда. Правда? Ну 0,03, это уже солидно. Кинулись сюда. А чего же гнистра не пошла? Опять к силе ему вернулось и все. Ну с мамой. Бог же не тронется. Вот мы, как только мы начинаем двигать концепции, сразу становится затруднительно что-либо делать. Я не знаю, любит ли Аллах Троицу. Она все равно не читала, Аллах любит Троицу? Я тоже не читал. Ладно, Башарик пошел, мы с ним поговорим. Шамиль Башарик, да, на тот же. Знаете, понимаете, для чего это сделать? Потому что я специально не опиливываю в рамках экономических. Не опиливываю к кредитам, не опиливываю к разговорам, не опиливываю только к человеку. И вждрюнув вот это дело, я уже могу сказать проще, что значит вот данный человек, вот данный как лошадь ему. Виктория. 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 А следующий что будет? Нижал? Да. Все равно. Ага, вот. Докодится нормально. Это все нормально. Так, если мы через х подозначим индекс терка, ну через х, индекс терка, а через Т время, да, то здесь х на х на х на х на х на х и 10. Ага, ага, вот это то есть х на х на х и 9. И вот ваше дифференциальное равнение, первое решение к отрицательное, цинь индивидуальной крест-цент. вот так оно идет а теперь вы узнаете что это еще неизвестный процесс известный ньютоновский процесс то есть вы по ньютоновскому процессу работаете у вас организм вы знаете, приходящий аналог такой, кирпич если мы берем кирпич и нагреваем вот здесь, предположим, 20 градусов и он лежит со временем то сомнение у него температура какая будет, мы его нагрели 20 градусов, он возвращается сюда ну, известный ньютонов, что процесс уравнение нагревания и охлаждения уравнение охлаждения и вот мы кирпич нагрели до линтекса кирпича плюс моль кирпич понятно здесь прошло 17 минут он пошел сюда то есть астрокатически устойчивый полипуноу там всякое устойчивое полипуноу процесс то есть можно через это уже начать ваш организм через математику придумывать систему управления то есть мы вот здесь быстренько увидели, что вы идете по уравнению ньютона это уравнение справедливо для остывания кирпича и это же уравнение справедливо для радиоактивного распада радио, например, количество радио оставшегося это же уравнение справедливо для падения кортизола вот у Хрена Цултаныча на Эльбрусе да, так же для забывания материала после сдачи экзаменов да, 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 да это один из законов привоза экспоненциальный закон в общем это открытие ньютона еще в 1460 каком-то году экспоненциальный закон ньютон родился в 1640 в скобках 42 в 1642 году это известно ему дата Рогина умер в 1727 он добрый жил вот то есть в 1-м из ньютоновских законов то есть обычно считают, что ньютон это три закона ньютона в механике для блюззакона Семенова-Дикатина только у ньютона столько законов что если вы суметесь в математическую ньютонпедию там строить 8 одни законы ньютона это очень такой продуктивный товарищ ньютон так что вы по закону ньютона все в рамках к закону 1 вам можно строить систему управления можно прочим вот так они строятся а не через концепцию то есть все в рамках к закону то есть несмотря на подозрение о том, что пойдет так сказать у маяния это было подозрение так, смотрите мы выбирали что? предположение так? после этого стали мерить получили результат измерения вот все так? после этого ну я просто знаю математику я знаю, какой результат в этом случае я натравил не накрыл уравнение не накрыл по закону закону у вас это происходит я ожидаю а если бы мы, например, вас заставили для поселения председателя или индекс те, да вот на том приборе который в каждую секунду мерят ну вот для космоса знаете, что у вас было? у вас думаешь, что было? у вас думаешь, что было? ну, меня просто на космонатах примерили на воляках то есть он бы не ровн бесконечно он для бесконечности он бы был вот в этот так называемых биологических клевых там есть автономное деференциальное уравнение и тоже это все описывается и все делается то есть мы все это используем во всем в космических делах потому что скорее космонавт это огромный взросл что долго там он знает он будет инвалидом если он там по полгода ну вот труд очень тяжкий и очень низкакой о чем мы на самом деле то есть нам как чахом заплатили да за какую потерю здоровья ну и невладимый человек становится действительно очень опасный ну бредный скажем так так и от радиации не защитить ведь там защита от радиации известна членец толстая резина но туда вытянуть это то есть вытянуть туда килограмм значит вытянуть на орбиту килограмм груза это приблизительно 10-15 тысяч долларов то есть вы можете посчитать там ну например 10-15 тысяч долларов килограмм ну что они у нас то есть она получает цена у вас заброшенная вернуть на желатке это 50-100 тысяч долларов килограмм ну сейчас понятно а у меня цена космических полета приблизительно вот так в зависимости от типа ракет там и так далее там и такие вещи происходят через полу недавно было 75 лет она почему-то сколько она должна была там суть а почему она тварь была деньги не назовем это успехами советской бюджет монахисты то что она вернулась и просто очень здорово повезло что там не заводилось ну там много есть чего то что она вернулся и то что Гогварин вернулся такое чудо 12 человек это Гогварин но у меня есть список даты фамилии и так далее это все рассчитывается я все могу говорить он первый вернулся а там одна женщина так сказать из тех 12 а первый в 2007 году завтра советский человек в космосе 1907 год вообще но там есть две задачи выход на орбиту и просто в космос и равнулися до космоса то он дошел в 50-летнем совсем у меня написано вот с возвращением оказалось ну скажем так российская итузия все это всекретили это герои которым надо давать в Советском Союзе и все должны их знать сейчас рассекретировано но кто знает помидори широко не опубликовано а так рассекретировано если бы захотел делать никому ничего не дать даже посмел на самом деле так тебе легко вот вот тебе вот я вам чтобы представить в какой области для чего это применял почему у нас казнический туризм прекратился одно время мы так а вы знаете сколько нам приходится потом платить если если он заплатил 100 миллионов то нам придется потом 500 миллионов есть договор вот он тогда полетел и должен тогда догониться четко а если потом оказывается что ему месяц оттуда не спустить ему сразу капают мы столько поиграли с сотен миллионов долларов это вот к сожалению для всех так круто и на самом деле монахты действительно герои вопрос о том когда он вернется это это противного знака вот наш советский который попробовал 400 с чем-то дней в космосе рекорд советский 418 что в общем что-то такое это не потому что так хотел его не смех было как еще снять удалось ну молчать рекорд не открыл а ну здоровые соответствующие там гнирутища радиация но защита она все равно страшная вещь это я с изотопами когда работал ну манипуляторы здесь на земле а куда гнирутища здесь кто работает радиоактивную защиту все равно будет зацепляться но это в силу разлетельства тихона а тракт а тракт так и так и так синтеки опять вот эта штука вы увидели да что оказалось это вот так а рост на самом деле если буду оснеплевывать каждую секунду он вышел вот так ну вполне возможно если вас заставить пристёк 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 он немножко пристёк повыше поднялся ну виду листических кривых возможно а может быть и нет потому что искусственно мне удавалось разгонять до 240 но там была и физическая компонент и психология мне красивые девчонки надо было любит 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 девушек это мой комплекс а именно у меня были на первом усе две девчонки психолога и они как раз проходили по космическим программам возили на некие вести с гипоксией и там прочее добросовестно отлично математики он вообще идеальный у меня в рамках этой программы и мы с ним я с ним пошёл на рок-концех естественно роком увлекаются я взял посмотреть что там одну из них Ольга как раз посадили наше и мне надо было выглядеть какой я крутой вы понимаете импульсомнация ко мне тогда лет 57 было вот и в общем 240 фиксировалось вот как это было то есть большая физическая нагрузка плюс выпендрёшь вот как это вот а так 210 больше не поднять 200 и тут 210 это уже широк ну вот я это не замерял но знаете что могу сказать ну просто если хорошо станок и тягу выполняешь со штангой после возьмёшь гантель и побежишь на 7 класс ну вот будет но всё-таки 200 ну да 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 это некий психологический фактор который не воспроизводил приобретут приобретут студентами и так итак господа вы видите что внизу он не завелся он вернулся на то что было и начнёт вот так и быть значит итак к следующему разу он имеет смысл иметь вот эти штуки потому что только одна раз они доступны вот имеет смысл иметь именно на пульсную а не лучше чем вот этот он хуже работает тот что на пульсе он очень он жутко дорогой вот сейчас вам покажу ещё одну вещь связанную с уявениями которые нам весьма часто выпускают вот сейчас началась очередная серия всех этих великих врачей по телевизору сегодня обитменоз плюс кислородная галатеральная поехали ну это чисто финансовое есть значение значит вот в мире вообще для всех доступен у нас не доступен пока ну а чем повышение количество кислорода в мире доступен у нас пока не доступен вот вот давайте посмотрим опять демоглобин или что не понятно сатурация объясню сейчас с тем что такое сатурация вот есть максимальное количество возможного растворенного сатурация где-то где-то 0.95 0.99 а максимальное возможное более понятно вот сатурация ровно 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 а в процентах это проценты доли возможного растворения если возможное растворение принимается за единицу то в процентах 0.00 ну 0.95 0.98 это то что у нас обычно состоится почти максимум ну почти да почти при 0.64 кома нужна реанимация если у человека падают до 0.64 то это кома врачи знают сразу бригада врачей может быть откачает а может быть и нет это уже зависит от искусства реаниматоров и господа тут ну там еще а у нас конечно будет истин значит а там кримичные уже один за один пошли ну ну да вот вам литуре ну это мое как вы думаете прилетают мутронетяне вот здесь садятся прилетающие тарелы как их надо правильно приветствовать кто они поверят что литуре мутронетяне мусульман объясняют почему потому что в начале карата сказано слава великому Аллату великому всемогущему хозяину всех миров всех миров значит бездель слава все следует покажали я изучаю так вот значит 0,64 или 64 процента это все может откачать может нет ясно ясно когда ставили эксперимент надо мной в институте физиологии имени Сеченова ясно зараза прямой 24 не только жидно еще и суборожда правильно у меня трема а что мы сами сделали а там дипоксид не как а там в гормотнике дипоксид конечно нет в прибоях есть у меня система номер 24 на которой я еще написал что длительная вентиляция дается смесь по межному содержанию она дополняется азотом то есть это не эквивалент высокогорья дипоксид и там ты весь в прибоях сидишь и все у меня при 0.24 ситуация я еще ошибаюсь что собрали но это не значит что у меня хорошо нет чего но собрали как вы понимаете при таком крысе давно может это связано с практиками нет с шерком да потому что доктора науч физиологи которые я попросил их объяснить знаете они мне сейчас сказали а вы шерк знаете шерк и так вот сейчас весна нам начинают говорить чтобы вам что что у вас теснорозное голодание я сообщу 0.95 0.98 ну 95 98 ну 99 у вас лак лак на когтях это нельзя кто без лака на когтях у вас есть лак на когтях нет ну хоть одна мужчина хоть один мужчина да потому что когда это делаешь то ну женщина снимает почему тут они легче например через дыхание я не очень понимаю этих процессов через дыхание измелись там же в крови в крови ничего себе а через кожу как лазит 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 красный лазит ну вот посмотрите вот вот 99 99 да какое у него кислородное голодание ему только вчухать чего-нибудь рекламы надо да понимаете 95 99 ну теперь посмотрите попробуйте вы себя вызвать кислородное голодание вот у нас 99 вдохните остановите дыхание и держите до посинения ну сколько будет и наблюдайте сколько будет и наблюдайте сколько будет вдохните и затяжите дыхание или навык дыхание да можно можно дыхание где такую штучку купить можно сейчас расскажу кислородное она она витамина дыхание на каждую весну лучше такого что прорезает витамина там лимон лимонный сок для витаминизации раствора помните Ребята, что он про пшала? Жир еще он. А ничего, ничего, у меня там автоматка ложников. Не обязательно, да. Не обязательно, автоматка ложников. Я-то если поверю. Ну, девяносто пять, ну девяносто четыре, да. Вот сейчас у вас там девяносто пять. То есть осталось там в рамках. То есть многие люди боятся элементарно делать с пронояму, а со мной ничего не случилось. Так вот, господа, вот человек сейчас держал сколько мог, да. Было девяносто девять, стало девяносто пять. Девяносто пять. Ну, до девяносто два ты держал. Понимаете? Сколько ты ждал? Больше минуты. Ну, какое кислородное голодание. И мы не в вахте приехали, даже приехали. А в обычном состоянии сейчас, у кого-нибудь есть еще, у кого лаками на всех нет? Пожалуйста, да. Вот это могут быть чайки. Сейчас он настроит, ну, подстроится под вас. Вот пошла настройка на вас. Вот. Вот девяносто девять, да. Вот смотрите, вот у вас девяносто девять, так. Смотрите, девяносто пять, девяносто девять. Вот берем второго человека, девяносто девять. Весна, какой чашек кислородное голодание. Попомните, остановить дыхание, ну, сколько можете, и сидите за виск. А если, например, человек, вот, делает задержку дыхания очень долго, там, три минуты и больше, но это не предельно ему, да? То есть он нормально себя чувствует? Просто от количества вот задержки, от длительности задержки? Ну, вот, вот сейчас рекорд дайверов известных, да, и у нее, конечно, одна девочка юридическая, красивая, 20 минут 13 секунд. По дискабрику, которую я делаю. В Израиле молодая девочка, очень красивая такая, шерстная, черная, длинная такая, знаете, талия, сталь, такая очень красивая примерка. Вот, ну, где-то ей, ну, не больше 25-ти дочек. Или так все хорошо, я не знаю, может, с 17-го века. И 26, по-моему, лет. А? Ну, трудно сказать, потому что выглядит очень хорошо. 20 минут, и вот 13, где-то 10 минут, под водой приедем задерживать дыхание. Вот. То есть еще совсем не травма, несколько лет назад считалось, там, 3 минуты, 5 минут, всякое вот это. А дайвери, там, 5 минут, да у меня знакомые темчонки дайверище. 5-6 минут, вообще нельзя делать. Знакомые. Вестяк. Так, сколько у вас маркетинга? Ну, 90, да? А, вестяк, да? Прямо интересно. Ну, до 90, да. Ну, до 90 смог он снизить где-то. Какое кислородное, и то на короткое время, какое кислородное давление. Вот, вот, опять 95, видите, портел. А где граница кислородного голодания? Вот, 98. Так тут же дыхательные позы вообще долго. Ну, видите, не кислородного, вообще. Уже все, вот, вот. Кислородные голодные просто не чистые. Ну, это же известно. Ну, только можно, да. На самом деле, сейчас объясню. На самом деле, вам дышать хочется другое, от того, что у вас кислорода в крови мало? Нет. Правильно. На дыхательный центр реагирует на углекислый газ, а не на кислород. Поэтому, на самом деле, вам приказать девочку, она чем есть, повесить, нет? Нет? Жиря, я оставил опыт и в кино, в смысле. Ну, наблюдал за тем, как людей вехают. Своим временем гестапо со многими. Опыт это проводили, и в киносилке-то остались. То есть, наутный материал есть. То есть, человек повесил. Ну, так, чтобы не ломать позвонки. И через сколько времени он сдох? Двадцать с тридцатом минут. Он умирает на перекрытии кислорода. Я же, да? Уже действительно. Вот тут основа. А тут совсем серьезно, потому что здесь еще и кровоснабжение отдельно пережимается. Ну да, 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 да. Ну где-то... Еще убедительно. Да, где-то двадцать минут уже опыты на многих тысячах людей была, научная организация такая, дестапо. Материалы-то сохранились. Материалы-то есть, понимаете? Надо брать материалы и... Ну вот известная цирка. Что? Опыт и тело повторились, что ли? Наверное, не надо. А, монеты дела повторились. Так. Уберите, что это, господа. Это так вам относительно с универием кислородам. Словно в порядке. И еще одна вещь. Барная, да, главное. Значит, томатная зонема по ходу шейдиного юршек я приделся. Уличная, да? Тридцать тысячах замеров надо. Ну, уже недельку сделаешь. Шесть считать у шейдин будет вархинтедово. Теперь два шейдиного четверона. Среди эквадатичные считать? Пока не нахрен. Потом мне расскажут. Вот, среди эквадатичные, там дисперши и прочее. Потом расскажут. Сейчас пока среди эквадатичные. А записи остаются вот эти. Вот вы это запишите, не выкидывайте записанное. Это ваши результаты. Вот, например, знаете, чтобы убедиться относительно среднего, я не только променю кучу людей, но на себе, когда я ставил опыт, еще не имел возможности кучу-кучу людей, вот через инцидент геологических проблем, то есть еще не занимался космическими проблемами, завтра я сделал более пяти тысяч замеров у себя. Понятно, да? Но это в день, сколько вы получаете, в день больше десяти замеров. Вот так, постоянно ходил и мерил и записывал. Это вот правда. Поэтому вы за неделю сделаете 30-50 замеров, вы не выкидываете это. Это вам будет как еще пригодиться для дальнейшего. Это ваш экспериментальный труд. Ясно, да? В отдельную тетрадку, потом уже про все эти среднеподратительские и прочие дизайнеры. Ну, про эту штуку. Так, и еще, такая важная, значит, вот это давно затратили. Теперь, что вам нужно будет проделать в том, тоже очень минимум, не напрягиваясь. Вот как вы думаете, опять вот это известно, сколь человека можно согнуть, растянуть? Вот эти опыты сделаны, тоже была очень хорошая организация со своими физиками. И у них была бы одна пыточная станция. Дыба. Дыба, да, это слабо. Дыба, хорошо, но слабо. А у меня, казалось, в 70-е годы, вот когда я был студентом, была девушка знакомая, она училась на философском учете, университет, и плюс работала искусством в казахском садборе. А казахский садбор был, значит, это музей истории религии и атеизма. А в подворе там была пыточная камера, настоящая. Для религиозного верующего. Ну как, ну вот как обращать. Но они все восстановлены, но настоящие. Вот. Значит, настоящие средневековые восстановлены, все работают. И она там обладала экскурсией. Как раз по пыточной камере, Аня, которая была мать, очень красивая, этого человека взросла, и была очень красивая, красивая очень девушка, выходит и начинает рассказывать, как ими подняться. Ах, ВДС. Вот. Да. Я использовал эту знакомство как. Однажды, когда музей закрылся, я туда пришел, она меня положила в куточный станок, и покрутила на раздержение. Это не деба, а вот на вытягивание рук, но мог. Так вот, человеку можно очень сильно тянуть. Ну, мы договорились, что когда я живой, он тогда... Тогда еще истинно. Тогда еще истинно. Вот. Да. Мы договорились. Так вот, а из опытов инквизиции известно. Как вы думаете, в вашу длину, даже последующую, на сколько можно растянуть? За голову. Вот если вот, дайте, пожалуйста, вот если вас закрепить вот сюда, драть, такой жесткий, но мягкий снаружи, чтоб царапин не было. Вот сюда драть, и вот сюда, тоже такие же вот, досечка, с мягкими проножками, ну, с дырками. И вот так. Вот как вы думаете, на сколько вас можно растянуть? Без последствий. Вот примерно вот на столько. Десять метров шесть. Да. Даже десять метров. Ну вот. Ну где-то вот так. Без последствий. Будет неприятно, соответственно. С сантиметром на шесть, четко, а то и больше. Без последствий. Растягивает путечный станок. Потом это опять раскручивается, встаешь, ну так, больновато, но не какие-то зверские травмы. Ну с полдня, знаете, какая-то перегрузка. Такая боль неприятная. Без всех этих травм. То есть я проверял все. Вот это, ну, проверял на себе. Вот эти. Тут еще не грязь, да? Ну а по отдельным инвестициям можно гораздо больше поделить. Понимаете? Потому что, получается, вместо одного посредственно два. Да. Ну вот, реально, значит, помню, я вот так вот, ну вот такой кусок примерно рассветил. Однократно рассветил? Вот. Нет, конечно, когда-то проверяли. Вот. Я с ней очень дружил, я на авторе, турист. Нет, нет, однократно можно ввести. Ну да, но инвестиция там специалиста, у меня нет дипломного инвеститора, к сожалению, поэтому я не имею прав на такие опыты. То есть опыты должен делать дипломирование. Специалисты. Вот. Дипломный инвеститор отдаются у нас в Питере. Где можно получить диплом у людей? Не знаю, на рыбе. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Есть военно-медицинское академия. При нему есть отделение, вы скажете, «спец-шизеволог». Диплом «спец-шизеволог» висит, как древний название. Спец-шизеволог, потому что в палатинке спец-шизеволог такой, этот, ммм, каткур. В 80-е годы, примерно в 60-е, людей в трусах заставлял бегать и так далее во всю лампу хваленную физиологию. Значит, что сказать, физиология враждебного нам человека. Мы устраивали определенные опыта. Ну, надо знать, если они на все страны тут устраивали некие опыта, весьма такие. Вам же спецфизиология. Никакого другие страны, ни деграда не страны. А люди сидят и улыбаются довольно младшим. То есть, есть спецфизиология. Ну, это, по-моему, не страшно. Так, так вот. В чем есть их организма? Во-первых, что он очень хорошо тянется, оказывается. Так? И во-вторых, имеется зарегистрированный, зарегистрированный физиологий и анатомный эффект. Как мы можем максимально, ну, увеличить кровосновременно нашу шкафу? Как? Так вот, оказывается, если мы даем максимально и пудру его движения, медленную, но максимально, это дает максимуму кровоснабжения сустава. Максимум кровоснабжения – это быстрое восстановление. Я ведь эти практики дал боевикам в спецдесанте у нас, ну, которые там стену кулаком проводят. Мужики у меня руку потом жали, потому что они надевают вот это, и естественным путем восстанавливаются это полгода, а иногда и вообще не восстанавливаются более. А они за неделю после хороших восстанавливаются. Что вам требуется научиться? Вот сейчас попробуйте. Сразу вопрос такой назревает, вот очень многие люди переживают, вот я занимаюсь йогой, и мудили у меня в результате гипермобильности суставов, не развалюсь ли ты? Вот понимаете, вот эти риторики и концепции у нас будут без конца. Понимаете, вот они не дают ничего, кроме того, кто нас скажет, что «а-а, вы сраведением занимаетесь, духовно будете расти». Я не сказал, что сраведение нет плохо, как не сказал, что это хорошо. Я не сказал, что нехорошо, не плохо, понятно. «А-а-а, там что там, мясо будете есть, у вас энергии упитые в животных накопятся». Вот сказать вам все, что угодно. Поэтому это заявление их, что будет, там у всякого вида суставов, заявление иначе не имеется какой-либо практической проверки. Ну в чем дело? То есть заявление такое есть и утверждение. Практической проверкой она никак не произойдет. А заявление есть. Вот. Ну и так. Да, вот очень мучное домашнее задание, что сейчас проверим. У меня все кажется просто. Студенты, которые так сидят, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, потом смотрят уже. Такие штуки лежат. Ну, знаете, когда были выборы, у меня было четвертого дома, и объявили, что два кандидата набрали одинаковое количество процентов, там кажется, Жилкланов и Прохоров. Около восемнадцати процентов в Питере. Нет, официальные данные. У меня первоотпущники, которые с сентября у меня учатся, хохотали, что восемнадцать процентов равно восемнадцати процентам. Они хохотали, это как? Это для первого и четвертого класса, да. Но они, я говорю, пусть заканчивают. Это с каким-то? Понятно? Вот. Они уже вот это могут, они с сентября у меня учатся. Они это могут. Им уже не вкрутишь. Может быть. Итак, господа, смотрите. Знаете, я специально вам покажу, чтобы, так сказать, телеса временные. У меня все просто, кажется, просто. У меня все очень просто. Вот смотрите. Возьмите свою одну. Впереди. 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 Теперь смотрите. Опустите ее как можно больше времени. Вот это. А теперь смотрите. Начинаем ее на максимальной амплитуде поворачивать. Ну а там все. А нет, то у нас ложат. Как только почерпится сегодня, нет больше момента. Посмотрите. Вот у меня все здесь. Локоть не выворачиваю только. Вы видите. У меня здесь все. Рука неподвижна. Стоит. Видите? Вот я максимально выворачиваю. Видите? У меня все здесь. А вот видите у вас рука пошла. Вот. Рука должна остаться на месте. Видите? У меня это очень медленно идет. Вы видите рука на месте? Вот она у меня все время на месте. Видите? Я броню по максимальной амплитуде. Но очень медленно. Видите? А рука на месте. А максимальная амплитуда идёт. Вот я была на максимальной амплитуде. Видите. Это, пошла. Вот сюда. А рука на месте. Вот она у меня. Сюда. Естественно, понимаете, я всё-таки занимаюсь физическим шестовым. Выглядит, а рука на месте. А я здесь всегда максимально укрепил. Вот что она задел. Ещё по каждому разу. Вращение? Вращение в этом же стоит? Да, только рука должна быть на месте. И по максимальности. А, вот так выглядит. Я не случайно раздел шерк, чтобы всё видно было. Нет. У меня тут какого? Вот рука должна быть на месте. Локон зафиксировал. Смотрите. Вот показываю. Вот рука. Вот я сделал максимально. А, понятно. Вот я по максимальности. И вот эти кости. Вот это должно быть на месте. Понятно, понятно. Видите? Я вот это делаю. Всё понятно. И этим самым я даю максимум амплитуды на сустав. И максимум прилива крови к суставу. Восстановление достигали вот эти мужики-боевики, десантники у меня. За неделю достигали урон. Понял. Пробуйте. Попробуйте ещё. Понял. Понимаете? Обычно ждут каких-то чудес. Чудес мысли на суставу там чем-то таких можно напоказывать, что... Нет. Ты имеешь в виду вот это, чтобы вот это не было. А всё равно. Это не так важно. Важно достигнуть максимального прилива. Вот смотрите. Вот так. А рука у меня на месте. Видите? А рука у меня на месте. Видите? А рука у меня на месте. Ну, наверное, с шеи так не поделится. Вот подождите. Про шею. По камеру берёмся с руками. Максимальную амплитуду. Потому что так люди достигают только максимальную амплитуду на одном месте. А можно? Можем? Нет, нет. Я имею в виду накатину. Я думаю, у меня после знакомства 16.5. Думаете, на чем он минус 0.5 получил? Индекс 1, да? А, а его спросите как? Его спросите как? Это шутка. Я рисую их мышцы. Вот там если накативать мышцы там для показа культуризма, ну я могу по всякому выкидать. Да? Ну вот. Вот нет. Я просто мышцы выпьячил вам. Обычно, так сказать, для красоты это не делают. А я люблю вот такие трусы. А деньги показывают. И тоже на пляже знакомятся. Популятор суток. Ну вот. Видят человека. А! И обязательно выкидывки его на перерезать. И вот. А? И вот, выкидывки силы. Популярность. Вот. 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 Белых животных. Объяснил. Это опять все ради красивых женщин. Что я люблю сделать, значит. Вот. Искупаешься. Потом как надо привлечь внимание? Встаешь на 2 минут на 40. Где могу и больше? Ну, минут через 5 на руку уже начинает как-то дёрниться. А дальше вот начинают писать реплики. Ну, обычно полчаса 40 минут хватает, чтобы все заткнулись. Все в токе были. После этого через полчаса 40 минут всталёх, все начинают ждут чего-то, смотрят там ёлка какой-то. А я продолжаю играть это дело. Значит. Ну, думаю, публику нужно ставить на уши. У меня заготовлено, значит. Пустая бутылка из подкило специально. Ну. Я, я его не употребляю. Вот у меня пустая заготовленка. Туда только налить, чтобы видно было. Я ручил вон. И вот это. И после этого вот. Кстати, верю к девчонкам. Вот тут полный шок. А потом надо сказать. Ну что, видели? А теперь пошли. А мне от этого не работал. Хотя уже так. Ах-ха-ха. Моношенеры. Ах-ха-ха. 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 Моношенеры. Ах-ха-ха. Людей это шокиво. Понимаете? Какой-то джон, друг. Какой-то пьяный пузырь. Ух, вседащит. Юма, он меня учил, знаете, так как решать в своё время, что ты хочешь сделать юма, сделать диапазон. Диапазон неожиданного. Людей перескалит. Вот. Ну это одна исполнительная. Итак, господа. Опять ручку взяли. Пузико можно. Так, да. Пузико садитесь. Так. Можно. С двумя же сразу можно? Можно, но труднее. Вряд ли это. Но труднее. Так. Кстати, вы смотрите. Сначала вы ниже её опустили, сколько много человек. Совсем не обязательно. Вот так, девочки. Нет. Активно опустите. Реально. Ну вот. До предела, да? До предела. И вот сюда задню. Забы. Ну дыба пленом помогает. Да. Хорошо. Вот. Но дыба она... Сейчас, скажем, в сапоре книга крутит сейчас тот штанов. Нет. Ну как сняли действующий храм. Все аппаратуру нужно убрать. Такая аппаратура там была хорошая. Я вот... Там было клетро, упитанное гвоздями очень хорошее. Я разделся. Сел, посидел. Больно. Надо же. Нет, ну они не как их не острые, но как гвозди вот такие большие, строительные. То есть посидеть уможно – больно. Зато попа потом мускулистая. Вот. Принятое. Подожди, подожди, подожди. Поворачиваем дальше. Что бы. Вот теперь поворачиваем. Посмотрите, у меня все стоит. Посмотрите, у меня все стоит. И посмотрел на девушек. А нет, не меня так интереснее будет. Так будет человек, как за день. Нет, вот это, и это не тот жест. Я уже в гостине. Я сейчас плеваю, не тот жест. Нет, вот. Так вот, показывают, когда кто-то вышел на стену, и вот так показывают. Там своё отношение? Руболь. Ну нормально, нормально, так. Приятно. Вот, вот, вот. Рука должна быть на ней вместе, вот эти кости. Кости должны быть на ней вместе. Сколько так? Секунд 20 делать? Очень трудно сказать по времени. Я вот делаю максимальную амплитуду, вот. Видите, я вот показываю, как. Можно, конечно, за всяких дел. То есть вы ещё и когти не пускаете? Трудно сказать, что это значит. Трудно сказать, вот, пускай я когти или нет. Вообще, обычно, я на студента туалу, поэтому, наверное, собака, если что-ли не так, решаю, я подхожу и говорю, гав-гав-гав. Они знали, если гав-гав-гав, значит, какая-то ошибочка заберешь. Ну, на контроле, например. Подхвоешь к ней вот так вот, гав-гав-гав. Значит, где-то в задаче ошибочка. Раз, гав-гав-гав. Вот, господа, господа, вот, 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 вот. Видите? Вот у меня рука стоит на месте. У меня, видите, рука стоит на месте. Паш открыл, паш закрыл, а ручка будет работать. Вот, смотрите. Йога действительно обладает колоссальным кападриком. Обычно думают, что заниматься надо, там, час, сутки, два, полтора. Знаете, сколько я столько занимаюсь? Минут десять. А то и меньше. То есть, если все отработано, сделано, рассчитано, вот, как надо, десять на минут в сутки, вот. Но для этого я применял математику. То есть, если все оптимизировано математическими методами, десять на минут в сутки более чем достаточно. То есть, йога самое. Йогой можно заниматься где угодно. Я вам рассказывал, что с семьдесят седьмого по восемидесятый год я сидел в три метра, как же советчик. На полиции он. Полиции ученые. Значит, там у меня очень хорошая условия для жизни. Камера в восемь квадратных метрах. На ней жило всего двенадцать человек. Понятно? Ну, плюс все курили. Одновременно. Йогой вот так можно заниматься, в том числе по ногам. Это действительно так. Поэтому, когда люди начинают говорить, ах, здесь плохо, вот мне надо кималай. Это все в этом дыше. Йогой можно заниматься в тюремной камере. Притом, ну, не делаем. И так это хорошее, продуманное. Да, сбалансирование всего бананом. Да. Анатолий Иванович, вы, к сожалению, в три должны закончить. А я же на ранее у нас все четыре, у меня три. У меня все-таки по ногам. Все четко в три закончено. У меня. Я лишь по ногам. Вы же понимаете, ничего не делаешь я? Мы уже не можем, чтобы они. А что вы, пожалуйста? Я про вас и не такое скажу. А остальные суставы что? Подождите. Это берем со собой. Обычно говорят, а остальные? Ну, все же верите. А как за остальные? Я за остальных тоже. Но сначала надо разобраться со мной. А вторую, чем в этом время заняться? А? Хм. А почему мы сиренадом как вернули руку? А в пищу, а? Господа, господа, господа. То есть йога обладает колоссальным христианам полезным отечеством. Вот вам задание надо. Понятно. Эта работа нужно на три минуты делать. На пять, не лезть, не лезть, не лезть, не лезть, не лезть. А там нужно на десять минут. Ну что? Как и с моей математикой, я заканчиваю на две-три минуты раньше. Пойдем сейчас без трех минут 15. Спасибо за внимание. Как говорит Равин в нашей синагоге. Что родим в синагоге? В конце говорит Аллаху Аббашу. Спасибо.